Подключаемся в рассмотрение задач и упражнений типовых, возникающих у профессиональных исследователей, педагогов в ходе своей работы и решаемых этих задач, проблем различных математических исследований, средствами математической статистики и теории вероятности. Начнем сразу с бытового прагматического приложения, допустим, педагогический эксперимент по определению эффективности формирования знаний и умений студентов проводится. Обычно в ходе педагогического эксперимента выделяют две группы обучающихся. Это экспериментальная и контрольная. В экспериментальных группах изучение дисциплины ведется с применением некоторой новой структуры ее построения или целого инновационного арсенала методических и организационных приемов и методов, используемых в какой-то методологической системе. Сейчас популярно смешанное обучение, как раз режим частично оффлайн, частично онлайн, это изложение материала и освоение его осуществляется. Также для примера можно использовать систему деятельностного подхода в обучении на основе некоторого предметного моделирования. И в ходе начального эксперимента пытаются проследить статистически динамику роста формирования основных знаний и умений обучающихся. В школе школьников, высшей школе студентов, динамику формирования основных знаний и умений по исследуемой дисциплине. Или по целому циклу подготовки, допустим, социально-гуманитарному циклу, или естественно научному, что ближе нам с вами, либо профессионально ориентированному. Для объективности полученных результатов обычно каждый испытуемый, школьник или студент, должен иметь возможность проанализировать на занятии от 70 до 60, может, нижней границы, ключевых вопросов курса. То есть в виде тестов, это на портале как раз вы видите, да, достаточно обширный перечень вопросов. И пронаблюдать анализ решения примерно 180 до 210 ответов. То есть сопоставить свои результаты с результатами одногруппников или одноклассников, или выполненных товарищами, да. Коллективный анализ ключевых вопросов курса, математической дисциплины в частности, а также результатов разбиения задач на подзадачи, позволяет статистически точно учитывать не только собственные ошибки, но и ошибки других школьников в этом классе или в группе. Что, несомненно, положительно отражается на качестве анализа определений и решений задач в дальнейшем обучении. Уровень же качества того или иного знания или умения может оцениваться по различным шкалам. И в таком учебном эксперименте можно оценивать, эту оценку осуществлять, например, по 20-ти бальной шкале. В результате наблюдения и анализа занятий, предположим, что количество этих занятий дошло до 840, устанавливаются зависимости между уровнем сформированности знаний и умений и количеством проанализированных базовых вопросов. Ну, каких-то там тестовых, да, в автоматическом режиме проверенных. Они прямо пропорциональны количеству занятий. То есть, чем больше занятий, тем больше и тестовых базовых вопросов. Ну, по нашим нормативам, вроде там из 8 вопросов на 1 час, да, относится. То есть, за 2 часа, получается, аудиторных 16 вопросов базовых в тесте интерактивном должно появляться. И при построении структуры предметных понятий возникает необходимость выделения ведущих направлений и будущей профессиональной деятельности обучающихся. Так, например, в ходе некоторого статистического эксперимента педагоги могут оценивать следующие знания и умения. Во-первых, знания базовых понятий и определений по дисциплине. Во-вторых, знания какого-то частного или специального материала, выходящего за рамки академического курса, ну, допустим, на конференциях обсуждаемого. В-третьих, оцениваются умения устанавливать необходимые и достаточные признаки понятий. То есть, различные характеристические свойства формулировать. Также умение анализировать понятия и отношения между ними. Умение вырабатывать план выполнения преобразования объекта. Например, ориентировка на исполнительную часть способа действий в данном случае будет преобладающей. Если же ориентироваться на исполнительную часть способа действий, то это приведет к развитию умения преобразовывать некоторый объект. В математике это значит получать новые какие-то теоремы, новые утверждения, доказывать, решать задачи, не разобранные ранее. То есть, такого в плане, допустим, тестов ЕГЭ, да, уже уровня С получается. Ну и, наконец, контрольная часть способа действий заключается в проверке умения соотносить продукт действия с поставленной перед обучающимися задачей. То есть, сообразная рефлексия, да, если вспомнить алгоритм Пойя, универсальный метод решения любой задачи, математической в том числе, то как раз финальным этапом подобное сопоставление и осуществляется. Как такой высший уровень, получается, освоение материала. Педагогический эксперимент в ходе его статистической обработки может показать, что для формирования различных умений может требоваться различное время. Например, конкретно на портале, когда вы тесты решаете, да, там время выполнения этих тестовых заданий, все фиксируется над каким вопросом, сколько времени вы просидели с открытым окном, да, браузера. Возможно, конечно, в это время вы чаи гоняли, но, тем не менее, это время тоже сохраняется. Причем временное различие может быть весьма значительным. И наряду с умениями, которые формируются достаточно быстро, очевидно, есть умения, которые обучающиеся школьники в достаточной степени так и не овладеют. Например, умение преобразовывать объекты, да, получать, генерировать новые знания какие-то. И наиболее сложно бывает сформировать контрольную часть способа действия, то есть ту рефлексию, да, возможность умения соотносить продукт действия с стартовой поставленной задачей. Показательными в этом плане бывают результаты сравнительного статистического анализа, динамики формирования, базовых знаний, определений понятий, а также умение устанавливать необходимые и достаточные признаки изучаемых понятий, анализировать понятия и соотношение между ними. Также показатели для уровня сформированности знаний могут оказаться несколько лучше или хуже, чем показатели, описывающие уровень сформированности умений анализировать эти знания. Что характерно, зависимость от времени уровня сформированности умений имеет часто ярко выраженный пикообразный характер, поскольку нельзя понимать то, что не знаешь заранее, да, выше названные же умения как раз и свидетельствуют о понимании школьниками каких-то базовых понятий и определений. Теория гласит, что знать и понимать это далеко не синонимы, нельзя понимать не зная, да, но достаточно часто мы обладаем знаниями формальными без понимания сути этих знаний. Иными словами, в тех случаях, когда мы понимаем, мы должны обязательно и знать, но нет необходимости в обратном, да, можем знать что-то, но не понимать смысла этих знаний, где это на практике применяется буквально. По воспроизведению текста нельзя с полной достоверностью судить о качестве понимания этого воспроизведенного текста, что собственно и должно проверяться и подтверждаться каким-то статистическим экспериментом. И если же в педагогическом эксперименте оказывается невозможным задействовать большое количество испытуемых, то тогда можно будет использовать методику, разрабатываемую как раз в рамках теории вероятности и мат. статистики, так называемого парного сравнения. Вот, ну давайте для примера возьмем некоторые данные там таблично представленные, отвлеченные, да, которые бы в этой таблице сведенные данные, эта таблица бы представляла собой матрицу парного сравнения студентов по сформированности у них основных профессиональных знаний и умений, полученных на протяжении изучения какого-то учебного курса. Тогда методика парного сравнения статистическая заключается в том, что за основу сравнения берется одна характеристика обучающегося по избранному вопросу. Если же эти уровни одинаковы для двух школьников, да, двух обучающихся, то каждый из них получает по одному баллу. Если один из них имеет преимущество, то он получает два балла. При этом тот, который уступает по уровню проявления умения, получает ноль баллов. И проражировав таким способом фамилии, стоящие в списке, по степени сформированности качества, можно получить эту таблицу в виде матрицы числовых весовых коэффициентов. И в этой таблице те школьники, которые получают одинаковое количество баллов, будут иметь разные ранги, как абсолютное такое ранговое место, да, R. А ранговое, да, будет в числовом эквиваленте определяться. Чтобы теперь уравнять эти значения по рангам, рассчитывают относительное ранговое место, R.О, да, ранг относительный. После этого считают процентный ранговый показатель, Р.П. Для этого существующие ранги суммируются, а общая сумма делится на число рангов. То есть такое среднее арифметическое вычисляется, как мат ожидания, да, статистическое, среднее значение всех рангов. И таким образом обработанный статистический материал позволяет уже рассчитать процентный ранговый показатель, который позволяет соотнести результаты различных обучающихся по одному показателю с результатами других показателей. Которые получены таким же образом, ну, или чтобы проанализировать их в зависимости от других показателей. Ну, допустим, там, той же электронной ведомости, да, у вас есть отдельно показатели за тестовые, выполнение тестовых онлайн-интерактивных задач, отвечающие отдельно есть показатели, которые подсчитывают вашу активность на семинарских занятиях, да. Плюс показатели отдельно за внешнюю активность на тех же участиях конференции и прочему. Вот. Чтобы сопоставить между собой эти показатели, необходимо к долям, дробям, к процентным соотношениям перейти. И тогда расчет процентного рангового показателя можно легко вычислить по формуле. Удвоить относительное ранговое место данного испытуемого 2, да, получится умноженное на РО. А потом этот результат, это значение уменьшить на единицу и разделить на 2Н. 1, это удвоенное количество членов данного коллектива, да, данного класса, группы или студенческие, то есть такой исследуемой группы. И эту долю выразить в процентах, то есть умножив на 100, получить значение. Можно представить эти ранговые показатели также в сводной таблице, сравнивающей знания и умения по разным показателям. Фамилии обучающихся в экспериментальной группе будут как-то отдельной звездочкой помечаться, да, в контрольной группе. Без звездочки будут фамилии выписываться, ну, чтобы сопоставить результаты тоже можно было. Вот, и окажется, что, допустим, школьники с контрольной группы где-то в конце таблицы, да, их ранговые показатели окажутся значительно выше, чем у тех школьников, для которых там какой-нибудь новой технологии не использовалось. Это будет говорить о том, что, применяя в обучении новый подход, построенный на основе предметной модели обучаемого, эффективность формирования требуемых профессиональных компонентов значительно возрастет. То есть так проаранжировав, да, выразив в процентах получившиеся показатели, можно будет наглядно, да, даже на графике представить, что рост этих показателей в числовом эквиваленте достигает кратности, там, 5-10 раз, в среднем, да, там, 5-10 раз увеличиваются эти числовые показатели. И обычно это как раз подтверждается на итоговых экзаменах по рассматриваемому курсу или на зачетных каких-то финальных испытаниях. Для сравнения можно привести результаты сдачи экзаменов по разным курсам, которые близки к изучаемой дисциплине, и убедиться в том, что действительно какие-то оценочные, да, там, параметры увеличились значительно в результате применения новых методик. Абсолютная успеваемость и в экспериментальных, и в контрольных группах нередко совпадают, но качество знаний по тому или иному курсу в экспериментальных группах обычно оказывается выше, чем в контрольных группах. Ну, ничего страшного, если ниже окажется, просто как отрицательный результат тоже результат, да, и педагогический эксперимент с такой мощной статистической обработкой и поддержкой уже будет в более выигрышном положении находиться, чем просто какие-то умозрительные такие словесные формулировки, да, мол, это лучше, это хуже, а чем доказать, что новая какая-то ваша методика оказывается лучше, продуктивнее, ну, или не хуже, по крайней мере, имеющихся, ну, вот, приходится, раз все опознается в сравнении, применять такой статистический подход. Ну, так, например, деятельностный подход обучения по математике, или даже целому циклу подготовки по математическим естественно-научным дисциплинам на основе предметной модели обучаемого обычно опробируются в 10-30 экспериментальных группах студентов, и в ходе их обучения для двух родственных курсов учебных, ну, допустим, если математические брать курсы, это алгебру, геометрию, начало анализа, в школьном курсе математики тоже можно комбинировать, и в сравнении сопоставляются полученные данные. При этом обычно наблюдается статистически достоверное улучшение экзаменационных результатов. Это косвенно подтверждается различными статистическими методами. Ну, допустим, рассмотрим один из самых популярных в таких социальных дисциплинах методов статистической проверки гипотезы, который называется методом хиквадрат. На лекции уже конкретно этот метод такой в математической постановке рассматривали, да? А как это теперь на практике педагогической адаптировать его можно будет? Метод хиквадрат. При малой выборке, когда распределение не является нормальным, ну, таковыми как раз являются, как правило, данные в гуманитарных исследованиях, наряду с... Причем для небольших объемов, что немаловажно, да? Там будет распределение далеко от нормального. Наряду с использованием методом парного сравнения будет эффективно использоваться непараметрический метод хиквадрат. При использовании этого метода достаточно сравнить количество испытуемых в экспериментальной и в контрольной группах, у которых изменился исследуемый показатель. Допустим, уровень успеваемости, да, улучшился. И метод хиквадрат позволяет установить, зависит ли это изменение от применения наших особых методов. Ну, допустим, с помощью деятельностного подхода в обучении дисциплины на основе предметной модели обучаемого. В экспериментальной группе привело ли это к улучшениям показателей успеваемости, или это носит чисто случайный характер, то есть просто так совпало, да, и какой-то закономерности статистической не обнаруживается. По результатам эксперимента определяют так называемые эмпирические частоты для школьников контрольной и экспериментальных групп. То есть это количество школьников, которые улучшили свои показатели, и количество тех, у которых показатели либо ухудшились, либо остались без изменений. То есть статистику этих показателей собирают. Далее вычисляют теоретические частоты. Это те частоты, которые были бы получены, если бы все различия были бы чисто случайными, то есть без влияния внешних факторов, да, целенаправленно, используемых в процессе обучения произошли. И по результатам опыта определяют эмпирические частоты для школьников контрольной и экспериментальной групп. То есть количество обучающихся, которые улучшили свои показатели, что-то лучше стали оценки получать, да, там быстрее с контрольными задачами справляться начали. Вот. Это будет количество школьников экспериментальной группы, улучшивших свои показатели. Также подсчитывается аналогично количество школьников контрольной группы, которые тоже улучшили свои показатели, но без применения вот этих специализированных авторских каких-то методик. Также подсчитывается количество обучающихся, показатели у которых либо ухудшились, либо остались без изменений. Вот. Ну и количество этих обучающихся, как в экспериментальной группе отдельно считается, так и количество ухудшивших или не изменивших свои показатели, обучающихся в контрольной группе. Далее вычисляются теоретические частоты. Теоретические частоты, которые были бы получены, если бы все различия оказывались чисто случайными. Все это как среднеарктическое, да, они будут рассчитываться по формулам, по математическим моделям. Следующим способом. Взяли количество улучшивших свои показатели в экспериментальной группе, число человек, прибавили количество человек, улучшивших своих показателей в контрольной группе. Потом эту сумму умножили на количество человек в экспериментальной группе и разделили на количество человек общее, суммарное. То есть в экспериментальной плюс в контрольной группе обучающихся. Аналогично теоретическую частоту вычисляют для контрольной группы, улучшивших свои показатели. То есть складывают количество обучающихся улучшивших свои показатели в экспериментальной группе с количеством улучшивших свои показатели в контрольной группе. Эту сумму умножают на количество человек контрольной группы и делят на общее количество человек, количество школьников в этой параллели вашей. Аналогично по расчетной формулой определяется теоретическая частота ухудшивших свои показатели или не улучшивших, возможно, сохранивших на прежнем уровне. В экспериментальной группе доля этих улучшивших, не улучшивших, точнее, человек в экспериментальной группе и доля не улучшивших свои показатели в контрольной группе. Метод х квадрат фактически состоит в том, что предстоит оценивать, насколько сходны между собой статистические распределения эмпирических и теоретических частот. Если у нас количество человек в экспериментальной и в контрольной группе совпадает, то, в принципе, естественно ожидать, что теоретическая частота улучшивших свои показатели в экспериментальной группе совпадет с теоретической частотой улучшивших свои показатели в контрольной группе. А теоретическая частота, не улучшивших свои показатели экспериментальной группы, совпадет с теоретической частотой, не улучшивших эти показатели, оценки в контрольной группе. Если разница между этими значениями невелика, теоретическими частотами, то можно предполагать, что отклонения эмпирических частот от теоретических обусловлены чистой случайностью, а не вашей новой методикой педагогической. И напротив, если разница этих частот теоретических окажется большой, то можно считать, что различия между этими группами оказались статистически значимы. И существует определенная связь между применением особых педагогических методов в экспериментальной группе и распределением этих эмпирических статистических показателей частот. Для вычисления статистики х квадрат используют незамысловатую формулу, на слух, если попытаюсь ее описать. Эта формула представляет собой сумму квадратов отклонений теоретических частот от эмпирических частот, деленных на теоретические частоты в каждой из вышеописанных, в каждой из вышеупомянутых категорий. А именно, в категории улучшивших показателей экспериментальной группы, категории не улучшивших показателей экспериментальной группы, плюс в категории улучшивших показателей в контрольной группе и не улучшивших показателей в контрольной группе. Сумма квадратов отклонений теоретических частот в каждой из этих групп от практических, то, что вы эмпирическим путем получили, и будет х квадрат статистику оценивать. Можно результаты вычислений свести в таблицу и рассмотреть результаты сдачи финальных экзаменов по таким дисциплинам, как алгебра и геометрия. Начало анализа чуть позже, в старшем звене появляется, а уж с алгеброй и геометрией школьники буквально с седьмого класса сталкиваются. И результаты их экзаменов, четвертных каких-то испытаний в таблицу можно свести для экспериментальных и для контрольных групп в одной и той же форме обучения, естественно. Потому что если, как говорится, не крути две ручки сразу, если вы изменяете какой-то один фактор, то желательно все остальные факторы, те же формы обучения, там очные, заочные, индивидуальные, домашним обучением тоже могут быть школьники. Желательно эти факторы оставлять без изменений. Ну и в таблице можно свести 17, допустим, школьников, для которых успеваемость повысилась из общего числа обучающихся. Причем 12 из них обучались по исследуемой дисциплине с применением деятельностного подхода на основе предметной модели обучаемого. Значения эмпирических частот туда же в таблицу сводятся отдельным столбцом и далее сравниваются эти данные с теоретическими частотами, которые по формулам расчетным определяются. И которые ранее были получены, тоже в таблицу записаны. В случае, если бы все значения были чисто случайными, то эти теоретические частоты совпали бы с эмпирическими частотами. Насколько велико это сходство, определить можно средствами математической статистики. Начинают с расчета количества степеней свобод, как количество строк в этой таблице это будет определено в экспериментальной и контрольной группы за вычетом единицы. Потом умножают это на количество столбцов, в которых содержится число выучившихся лучше, либо без изменений или хуже, за вычетом единицы. И таким образом, если всего было две группы, то есть строк две, экспериментальная и контрольная группа, и два столбца, лучше, не лучше, тоже два столбца, то 2-1 умноженное на 2-1 даст 1х1 значение равное единице. Значит, общее в матрице в этой числовых значениях количество степеней свободы оказалось равное одному. Для бинарного эксперимента, когда у вас две группы контрольные и экспериментальные, и результаты двухуровневые, лучше, не лучше, такой бинарной системе. В этом случае количество степеней свободы равно единице, и табличное значение, критерия хи-квадрат, для уровня значимости, если посмотрим, равное 0,05 при одной степени свободы, при числе степени свободы равном единице, это значение табличное составит 3,841, там в приложениях задачниках, либо в онлайн справочниках табличное значение, то хи-квадрат можно определить. Для уровня значимости в 1 сотую при той же единственной степени свободы, значение табличное для критерия хи-квадрат окажется равным 6,635. Теперь же, зная табличные, идеальные эти значения, на основании рассчитанных значений в сводной таблице, можно будет по расчетной формуле, что на лекции определялось, вычислить критерий хи-квадрат, эту статистику, для соответствующих экспериментальных данных. Вычисленное значение, предположим, окажется равным 6,652. Это больше, чем критическое значение 6,635, 6,635 в свою очередь больше, чем 3,841. Ну и таким образом, значение хи-квадрата превышает границу, эмпирическое, опытным путем полученное значение хи-квадрат статистики, превышает границу критических значений, что из таблицы значений хи-квадрат подчеркнуто. На языке математической статистики это означает одно, что расхождение между распределениями статистически достоверны, а следовательно, применение нашего педагогического метода, деятельностного подхода в обучении математики или какой-то иной исследуемой дисциплины, или даже предметного цикла на основе предметного моделирования. То есть, такой новый какой-то педагогический прием использовался в ходе изложения этой дисциплины. И это привело к тому, что статистически значительное отличие этих оценок оказалось. И, значит, наш метод способствует повышению образовательного уровня школьников. То есть, заметьте, если бы там статистически незначимые отличия в этой экспериментальной и в контрольной группе оказались бы, то, следовательно, этот метод, какой-то педагогический подход новый не оказался столь действенным. После же выявления различия в распределении признака методом хи-квадрат, или по-другому его еще критерии пирсового называют, или критерии согласия распределений. То есть, есть какие-то числовые распределения, да, и насколько их изменения согласованы между собой, как раз этим методом хи-квадраты определяются. Сначала выявляется принципиальное различие, наперед заданным уровнем значимости, естественно, да, а потом определяется, какая именно конкретно доля наблюдений в данной выборке, в экспериментальной и в контрольной группах, будет характеризоваться интересующим нас эффектом. Также, какая доля этим эффектом не будет характеризоваться. То есть, если адаптировать, да, к школьной математике, ну, какая доля обучающихся все же оказалась в этой статистике принимавшей участие, а какая доля оказалась не подвержена этому воздействию. Для этого используют многофункциональный статистический метод критерий Фишера. Называется он, заключающийся в таком угловом преобразовании Фишера, вычислении значений там хи со звездочкой функции, да, функция углового преобразования Фишера. Чтобы её применять, преобразуют таблицу эмпирических частот в так называемую четырёхпольную таблицу, которая представляет собой таблицу эмпирических частот по двум значениям признака. Признак есть эффект или нет эффекта. Вот. Если эту четырёхпольную таблицу значений эмпирических частот для наличия или отсутствия эффекта разбить для каждой из групп, отдельно в эмпирической, в экспериментальной группе посчитать, отдельно для контрольной группы посчитать, то можно будет проверить или вычислить, да, значения вот этой функции Фишера по угловому преобразованию Фишера, соответствующей, фи со звёздочкой. В этой таблице участвуют в составлении только те поля или ячейки, в которых есть процентные доли по столбцам, то есть где есть эффект, да, и табличное значение величины функции Фишера, это критерия Фишера, соответствует процентным долям в каждой из групп. Вот, например, значение функции Фишера от 80%, это для случаев, когда, допустим, в экспериментальной группе 80% испытуемых ощутило на себе этот педагогический эффект, улучшило свои показатели. Так вот, фи от 80% табличное значение имеет равное 2,214. А, например, фи от 33%, это 33%, допустим, в контрольной группе количество испытуемых, которые улучшило свои показатели, да, если в контрольной группе треть тоже улучшила свои показатели, то фи от 1,3, можно подсмотреть в таблице, и получим, что это фи равно 1,320. Вычисляется значение функции углового преобразования Фишера по следующим незамыслатой формуле. Фи, значение функции Фишера в экспериментальной группе, вот процентов, да, в доле испытуемых обретших эффект или ощутивших эффект, минус значение функции Фишера в доле контрольной группы, ощутивших этот педагогический эффект. Потом эта разность умножается на арифметический квадратный корень из частного отделения. В числителе дроби располагаться будет количество наблюдений в первой выборке, умноженное на количество наблюдений во второй выборке, а в знаменателе сумма этих количеств, то есть общее количество школьников, да, количество в экспериментальной группе человека и плюс количество человек в контрольной группе. тогда на основании расчетных таблиц и по вышеописанной формуле можно будет подсчитать эмпирическое значение функции фи со звездочкой Фишера, то есть той самой функции, которую угловое преобразование Фишера вычисляет. Ну, допустим, там получилось какое-нибудь значение 2,7, да, эмпирическим путем полученное, оцененное. Оно соответствует уровню значимости ρ, равным 9 сотым. В соответствии с установленными критическими значениями этой функции фи со звездочкой, используемой в психолого-педагогической практике, в качестве уровней статистической значимости принимаются следующие. Фи со звездочкой критическая окажется равным 1,64 для уровня значимости 5 сотых, 2,31 для уровня статистической значимости в 1 сотую, ну и меньше, да. То есть чем меньше, тем большее значение вот этого критического уровня фи со звездочкой. Сопоставим эти граничные параметры с нашим предполагаемым эмпирическим значением 2,7. 2,7 больше, чем 2,31. Значит, найдя эту точку на графике, можно сделать вывод, что мы попали в зону значимости. Следовательно, метод углового преобразования Фишера дает также положительный результат и указывает на то, что доля школьников, которые обучались на основе нового такого подхода, деятельностного подхода на основе предметного моделирования, как раз охарактеризуется интересующим нас эффектом. При этом необходимо заметить, что различные авторы, допустим, Сидоренко тот же, при сопоставлении двух выборок по какому-либо качественному признаку критерия фи со звездочкой, больше отрицательные эти значения, отрицательные результаты получают. И какие-то такие огорчающие результаты получают, это чем радует исследователь. Но можно получить и положительный результат, как такую жемчужину найти, это большая редкость, научное открытие совершить, как иголку в стоге сена обнаруживается. Поэтому профессиональные педагоги-исследователи, в защитках различных кандидатских докторских ситуаций получают с подтверждением правильной гипотезы. А для студенческих, вот вы будете ВТР писать буквально через год уже, для студенческих работ допустимо, в принципе, отрицательный результат. Это тоже результат, в принципе, ну, как бы такая тренировочная, исследовательского плана работа. Ваймин тоже была выполнена, или будет выполнена, когда будете ее выполнять. И тоже засчитывается, как состоявшийся уже специалист, такой бакалавр, да, начального уровня. Так, а педагогический же эксперимент, по своей сути, в ходе постановки, да, своей проверки эффективности того же деятельностного подхода обучения по исследуемым математическим дисциплинам на основе предметных моделей обучающихся будет являться больше таким нетрадиционным экспериментом, да, и его основная цель заключается не в прямом определении результативности обучения по исследуемому учебному курсу, хотя невольно эта задача тоже будет выполняться, да, а скорее в отслеживании динамики роста основных умений и навыков по предмету заключается это приложение этого статистического инструментария. Также в том проявляется приложение статистики, как эти вот умения и навыки, обретаемые последовательно школьниками, способствовали более эффективному преподаванию различных специальных профессиональных дисциплин. И основная задача, как правило, состоит в определении того воздействия, которое оказывает эта математическая дисциплина благодаря формированию новых профессиональных умений и навыков, выявленных на основе предметной модели обучающихся, на те или иные предметно-следственные связи, которые возникали в процессе формирования этих навыков, что фактически тождественно повышению эффективности всей образовательной системы. Резюмируя сказанное, да, к каким выводам можно прийти? На основе предметного моделирования обучаемых разрабатывается новая фактически организация учебного процесса по исследуемым курсам математическим в школах различных, которая открывает следующие возможности для проектирования эффективного учебного процесса. Она позволяет средствам мат-статистики более детально определять содержание обучения, позволяет, опять же, средствами статистики усиливать практическую сторону учебного процесса, обеспечивает реализацию деятельностного подхода в обучении, повышает эффективность контроля учебной деятельности и позволяет разрабатывать новые виды учебной деятельности. С помощью педагогического эксперимента, проверяемого средствами мат-статистики и теории вероятности, подтверждается, что изучение различных профессиональных дисциплин с новой предметной модели способствовать может формированию знаний, умений, новых навыков, необходимых для изучения последующих курсов дисциплин по направлению подготовки обучающихся, способствует ускорению формирования всех частей способов действия, способствует выработке новых качеств, позволяющих выполнять важнейшие профессиональные функции по специальностям математическим, то есть повышает общую результативность образовательной педагогической системы, используя именно методы математической обработки педагогических данных, экспериментально подтверждается эффективность и результативность этого предметного моделирования обучаемых на основе деятельностного подхода в обучении. Более того, можно не только для определения эффективности и результативности тех или иных педагогических методов обучения, использовать статистику, ну и, допустим, для активизации школьников на занятии математикой на основе моделей позиционного обучения. В чем суть этой модели? Обновление содержания обучения математики является, как правило, определяющей составной частью реформирования системы образования и предусматривает поиск новых способов активизации школьников на занятиях математики. И в сегодняшний день, в наше время, образовательный процесс осуществляется в условиях разных подходов к определению продуктивности деятельности будущих специалистов. Для повышения активной позиции обучаемых на занятиях такое многообразие, как правило, дает возможность учителям среднего учебного зайдения, средне-специального ли учебного зайдения, некоторую свободу определенную в выборе различных форм, способов и методов обучения. И в то же время количество новых подходов, которые давали бы педагогу определенную возможность внедрять в образовательный процесс эффективные методики, не такое уж и большое. Ну, можно предложить так называемую модель позиционного обучения будущих специалистов. Это позиционное обучение как раз даст возможность средствами мат. статистики, теории вероятности по-настоящему заниматься в рамках того же деятельностного ли подхода. Причем механизм будет реализации активной позиции школьников становиться довольно естественным и не потребует искусственного изобретательства, которое не всегда присуще школьникам. Ну, а концептуальной основой этого подхода в обучении является то, что обучаемый не только овладевает знаниями и умениями, но и сам фактически развивается в процессе обучения. Как бы грызет гранит науки по собственному желанию и самостоятельно отыскивает, находит новые знания и сферы их применения. То есть можно задаться конкретной целью показать организацию в использовании нового способа активации деятельности школьников на занятии математикой через так называемое позиционное обучение, также экспериментальным путем, средствами мат. статистики, вероятности доказывать эффективность его применения в педагогической практике. Общий фон исследования такого задает модель позиционного обучения, основанная на теории деятельности Гыгоцкого и Леонтьева. Ну, это в параллельных дисциплинах, да, вы наверняка уже слышали эти фамилии в курсе методики. Ну, а также можно вспомнить концепцию культурологического диалога под авторством Бахтина. Ну, суть в чем там? По мнению Гыгоцкого, развитие высших психических функций человека происходит как некоторый опосредованный процесс. Развитие же культурное, какой-нибудь функции стоит в том, что в процесс совместной жизнедеятельности и совместной деятельности общественный человек вырабатывает ряд искусственных стимулов и стремлений, при помощи которых направляется общественное поведение личности, они же становятся основным средством, с помощью которого обучающийся индивид овладевает собственными процессами поведения. К этому можно также добавить идею многоголосия Бахтина, суть которой сводится к тому, что в многоплановом диалоге людей обнаруживается содержательная сторона анализируемой проблемы. И в диалоге передаются разные взгляды на одну и ту же статистическую проблему, а также через этот именно диалог они становятся их таким культурным достоянием, эти взгляды. И в форумах, в которых реализуется прошлое и прогнозируется будущее, применяются эти результаты научных диалогов. В принципе, опять же, идея не нова, там в споре рождается истина, еще со времен Древней Греции известно. Важным же условием активизации школьников на занятии той же математики является знание их психологических закономерностей развития. Более детально с этим можно в работах Ананьева, Клутецкого, Клудрявцева ознакомиться, Рубинштейна, Минчинской и многих других специалистов психологии. В научных же исследованиях этих авторов рассматриваются как раз вопросы формирования активности и показанная ее природа и сущность. Проведен анализ различных ее уровней. Но конкретных статистических способов и методик и подходов к актуализации обучения именно на занятиях математикой, к сожалению, теми авторами не предлагалось. Анализ же отечественной и зарубежной литературы позволяет определять основные виды средств, через которые происходит активизация образовательного процесса. А именно, это понятия, представленные в знаковой символьной форме. Это схематические и символьные изображения, то есть иллюстрации определенные, наглядные, опорные, чертежи и схемы. В этом перечне понятия является доминирующей формой, так как именно через понятия осуществляется репрезентация знаний и умения в процессе обучения школьников, формируется культура их мышления, через понятия, развитие понятийного аппарата. Особенность этой категории состоит в ее известной скрытой системности, через связь с другими понятиями, которые, в свою очередь, увеличивают ее в весь значимость. Эффективность же усвоения системной стороны понятия повышается, если использовать наглядные модели. Такие графовые модели, статистическую взаимосвязь понятия отражающих. Эти наглядные модели выражают как раз взаимосвязи между рассматриваемыми понятиями. Поэтому с этой целью можно как раз ввести использование семантического или опорного конспекта на занятиях математикой. И таким образом наглядные пространственные схемы, которые отражают различные смысловые отношения между единицами осваиваемого материала, будут выступать как самостоятельные единицы. И эффективность же применения указанных средств будет тем ощутимее, чем выше активность школьников при овладении этими инструментами. Поэтому на занятиях со школьниками можно организовывать их деятельность таким способом, чтобы сами средства выступали как предмет этого объекта изучения. И в одном случае эта деятельность будет направлена на выявление имеющихся в дисциплине понятий, а в другом случае на построение наглядной пространственной схемы, которая выражала бы связи между этими понятиями. Фактически любая из указанных деятельностей, благодаря отношению субъекта обучения к исследовому материалу, обнаруживается в его позиции обучаемого. Формирование же культуры мышления рассматривается через продуктивную организацию восприятия учебного материала школьниками и выражающую в своеобразном усвоении профессиональных компетенций, как путем раскрытия, например, взаимосвязи между явлением, также путем сравнения новой информации с уже известной, а также в конкретизации, обобщении, синтезе, систематизации и оценке учебного материала с разных точек зрения. Педагогический эксперимент по проверке модели позиционного обучения школьников можно проводить в три этапа. На первом этапе, так называемом, организационно-прогностическом, будет общая организация, эксперимент осуществляться. На втором этапе содержательно-процессуальном будет такое подразбиение на констатирующие и формирующие этапы осуществляться, и на финальном аналитико-корректирующем этапе этого педагогического эксперимента будет задействоваться теория вероятности и математическая статистика. Для проведения педэксперимента могут задействоваться, опять же, пара групп школьников, одна экспериментальная, другая контрольная. В начале эксперимента количество школьников в экспериментальной группе и в контрольной желательно, чтобы состояло в диапазоне от 60 до 65 человек. То есть там два-три класса на параллели. Если вы ходите на педпрактику, то всей параллели будет эксперимент ваш анализироваться. На этапе же заключительном, завершающем, примерно 50-60 человек рекомендуется к участию. Также еще на этапе констатирующего эксперимента будет устанавливаться начальный такой входной уровень сформированности культуры математического мышления у школьников, которые принимали участие в исследовании. Школьники экспериментальной группы учились по методике, направленной на реализацию определенного комплекса педагогических условий на основе модели позиционного обучения. А школьники контрольной группы по обычной методике. То есть в принципе, если в вашем лирическом эксперименте на педпрактике будете сравнивать в разных классах, в одном классе, допустим, тот учитель, что прежде обучал их, будет тему раскрывать, а в экспериментальной группе кто-нибудь из ваших одногруппников будет в экспериментальном классе группу школьников обучать. И в дальнейшем, естественно, сравнить результаты. Интересно будет. Какими же инструментами и процедурами статистическими в этом случае можно будет пользоваться? Уровень культуры математического мышления школьника может быть определен как некоторая готовность его к учебной деятельности специализированной или как некоторая возможность в применении знаний, умений и навыков с определенным уровнем мышления при решении различных учебно-профессиональных задач. Способность же к научной оценке и самооценке культуры математического мышления, также практической деятельности, некоторая инициативность и прагматичность обучающегося, готовность к решению нестандартных задач, способность анализировать реальность учебного материала на занятия, будут являться важнейшими чертами для специалистов любого профиля, так и для учающихся на математических специальностях или как они там называются, физико-математических профилях. Можно выявить, что культура математического мышления школьников представляет фактически целокупность нескольких компонентов. Первый компонент – это интеллектуальный, такой знаниевый компонент. Второй компонент – это деятельностный, такое умение конкретное в себе содержит. Третий компонент – мотивационный, мотивации базируется в внутреннем каком-то устремлении. Четвертый компонент – мыслительный, мышление затрагивает, и развитость этой способности. И последний компонент – эмоциональный, базирующийся на эмоциях. Этим критериям и показателям фактически отвечают разные уровни сформированности интеллекта. Может, низкий, на уровне распознавания образов. Может, допустимый уровень быть, на уровне уже понимания распознанного. Третий уровень – достаточный, позволяющий переносить имеющиеся навыки к решению новых задач. И, наконец, высокий уровень своеобразный своеобразным ретроспективным анализе, базирующийся и позволяющий оценивать, уже самооценку результатов своего труда выполнять. Это разные уровни сформированности эмоционального интеллекта или мышления тоже, мыслительного уровня развития школьника. Уровень же культуры мышления школьника можно определять по специально разработанным статистическим критериям. И все критерии будут выражать важнейшие признаки умственной и познавательной деятельности. Это рациональность действий, самостоятельность действий, гибкость умственных операций, тоже можно в бинарном формате их определить, гибкие, негибкие эти операции умственные. Направленность на решение профессиональных задач тоже в бинарном формате, на уровне 0.1 можно цифровать. И творчество. Творчество тут процесс никак не цифровываемый, но в таком, на уровне, может, самооценки, дать возможность определить уровень творческого развития обучающейся математике. Использование названных уровней позволит характеризовать степень сформированности культуры математического мышления будущих специалистов в математической области при усвоении учебного материала на занятиях с использованием модели позиционного обучения. Опять же, на сегодняшний день это позиционное обучение в русле экономического ликбеза, ликвидации экономической безграмотности развивается, ну и, собственно, культуру экономического мышления попутно можно будет подтянуть. Уровень культуры мышления школьников в принципе трудно представить количественно, да? И поэтому приходится использовать интегральные качественные показатели, которые опосредованно дают возможность оценки степени готовности этих школьников к продолжению уже обучения в профессиональных, средне-специальных или высших учебных заведениях. Ну, а также уровень применения этих полученных ими знаний, ими навыков на основе выбранной ими позиции. Результативность такого формирования рассматриваться может с двух сторон. Первая сторона – это как продукт в материально-вещественной форме, который выступал бы в качестве результата выбора будущей профессии, да? То есть сколько из обучающихся, какое количество обучающихся поступит на математические специальности, грубо говоря. Другая сторона – это личностная сторона школьника, как будущего, возможно, специалиста, как совокупность общественных отношений с присущим ему уровнем мышления и культуры. Культуру мышления можно рассматривать как связку некоторых элементов, да, элементарных частей, элементы которой объединяются из таких продуктивных сил, из производственных отношений, ну и, соответственно, эта связка будет иметь на выходе некоторое влияние на профессиональную деятельность будущую. В данном качестве культура мышления будет выступать как один из факторов развития и самосовершенствования школьника. Результатом использования комплекса педагогических влияний должно стать повышение, естественно, эффективности формирования культуры математического мышления школьника, ну а именно необходимого уровня сформированности у школьников профессионально значимых знаний и умений, наличие у них творческого подхода к познавательной деятельности, к решению задач, да, разными способами, широкого культурологического, профессионального кругозора и психолого-умственной подготовленности в реализации полученных знаний и преобразовательных умений, сформированности и стойкости мотивационных элементов в профессиональной направленности. Соответственно, критериям сформированности уровня мышления школьников и выделения в них определенных показателей их эффективности. Можно разработать некоторую систему коэффициентов эффективности, тоже теоретико-вероятностную, да, которая охватывала бы не только общий коэффициент эффективности профессиональной подготовленности, но и коэффициенты эффективности усвоения знаний, сформированности умений, развития мышления, способности эффективно мыслить, некоторой мотивации к изучению математического материала и сформированности эмоциональной составляющей культуры. На помощь в этом, опять же, приходит мат. статистика при анализе данных. Методика обоснования показателей эффективности и нахождения всех этих вышеперечисленных весовых коэффициентов в интегральном признаке будет включать комплексное применение статистических исследовательских приемов. Можно, например, использовать методики, которые используются или описываются в научных трудах Валеева и Сидоренко. Для определения сформированности эмоциональных компонент культуры, в частности, используются тесты, опросники по диагностике эмоционального интеллекта, по методике Манойловой, или тесты-опросники для определения уровня эмоционального интеллекта по методике Дэвита Рейбака, или, например, тест для определения уровня эмоционального интеллекта по методике Холла. Потом эти данные анализируют статистически. Ну и технология реализации модели позиционного обучения подразумевает, что уже на первых этапах реализации способов активации по усвоению знаний и умений школьников необходимо определенным образом удерживать то пространство, в котором они существуют, и каким способом они создаются, что по началу не всегда удается, поэтому необходима их такая целенаправленная деятельность, чтобы по возможности удержать содержание и смысл учебного материала при запоминании, то есть не бездумное зазубривание, а усмышленное понимание пройденного материала. Для этого необходимо связывать и перекодировать текст в более сжатую форму, например, в тезисы или в семантические факты, как еще их там ментальными картами называем. Тем самым пространство содержания может быть удержано, то есть не распыляется, при этом будет внимательность обучающихся. Ну, если же переформулировать это пространство содержания в виде последовательности семантических фактов и действий, то оно в такой сжатой форме будет легче восприниматься. Это важно бывает для обучения именно математики, потому что материал, который школьники усваивают, может оказаться оторванным от ситуации, в которой он должен применяться. Вводя термин пространство, подчеркну, что позиция, которая занимает это пространство или может занимать школьник, характеризуется стациональной определенностью его культуры мышления этого школьника. Другими словами, любая позиция, которую может занять обучаемый, является не просто индифферентным относительно его мнения, а некоторым обязательным активным отношением к чему-либо. Ну и тем самым позиция выступает как средство, которое в результате разрешения противоречия между субъектами и объектами порождает предметный смысл. Пространство содержания исследуемого предмета является фактически нормативным, ну и по-другому его называют нормативной предметной моделью обучаемого. Это означает, что школьник не может изменить это пространство, а может только обладеть им как образовательно-культурной профессиональной нормой. Ведь он искусственно или превентивно помещается в образовательную среду, где ему обязательно нужно принимать и выражать свою позицию по отношению к изученному материалу. и при этом формируется культура его математического мышления в том числе. В процессе же формирования профессиональных компетенций и культуры математического мышления можно построить образовательную деятельность таким образом, чтобы обучаемый выражал свое отношение к исследуемому изучаемому материалу. То есть, чтобы он определял свою позицию в этом пространстве своеобразном. технология же использования модели позиционного обучения воплощается по-разному. Ну и один из таких примеров сейчас проиллюстрируем. Сначала читается учителем своеобразная лекция, при этом школьники внимательно следят за ходом изложения материала. Ну и потом для выражения конкретной своей позиции они объединяются в добровольные подгруппы по интересам. Ну эту систему позиций в принципе я придумал, да, это разработанная еще вираксой системы позиций. Вот, первая позиция или первая подгруппа условно называется тезисом, да, где задание для школьников находящихся на этой позиции является возможность передать основное содержание математического материала, которое изучается с помощью нескольких кратких тезисов. И эта позиция работает на краткое удержание в памяти исследуемого материала. И здесь важна не сама аналитическая позиция, соответственно, которой школьник должен провести анализ прослушанного материала, сколько позиция свертывания содержания в более компактную форму. То есть такая краткость сестра таланта своеобразная проявляется для сторонников этой позиции. Вторая позиция обучающихся получает название понятия, в кавычках, да, такое условное название. Заданием для школьников, которые отнесут себя к этой позиции, является то, чтобы составить список основных понятий, которые раскрывают содержание изучаемой темы занятия, а затем уже определить или расшифровать каждое из этих понятий. Эта позиция принадлежит больше к аналитической категории и раскрывает базовые понятия исследуемой математической темы. Находясь на этой позиции, школьники смогут представить анализ указанного содержания в неявной форме. Так, перерыв-то вы можете походить, да, края муха в качестве подкаста лишь слушаете, да, ну, особой необходимости, думаю, нету ведь радио там слушаете и слушаете, а перед всеми школьниками, которые в этой позиции понятия встанут, будет ставиться задача не репродуктивного, а уже аналитического такого поискового характера, да, то есть привести примеры тем или иным понятиям от них ожидаются. То есть это такой аналитический характер, чтобы он не только формально выделил это понятие, но и определил их сущностное содержание, в какой мере представленное содержание понятия будет отражать его смысловую сторону. Школьники, которые находятся на этих двух позициях, могут использовать в принципе опорный семантический конспект по предмету как вспомогательный материал. Третья позиция получает условное название «образ» в кавычках. В этом случае школьники должны будут выражать материал, который изучается в виде схемы, рисунка, либо пиктограмма, или другого наглядного образа. И возможно представление структурных единиц главных отличительных особенностей формирования связи между ними и между этими разными понятиями в виде графического образа или даже музыкальные вертюры, стихотворного отрывка или мимического представления и жестов. На ютубе видели ролик «Как звучит число пи». Музыкальное сопровождение достаточно занимательное. как звучит число пи по цифрам. Просто взял человек пронумеровал клавиши ортопиано по цифрам 10 и разряды числа пи наиграл вполне себе вертюра музыкальная получилась. Стихотворные отрывки тоже могут для разных лучших запоминаний довольно математического понятия использоваться. Ну и все перечисленные позиции в принципе являются взаимосвязанными тесно между собой и располагаются в одном и том же учебном предметном пространстве. Следующие же две позиции будут представлять собой иное пространство, второе пространство, связанное больше с субъективной оценкой или с подтверждением содержания учебного материала, то есть на развитие критического мышления базирующегося. Эти позиции связаны уже с устранением формализма в изучении содержательной части материала занятий. Я нередко подобные эксплуатирую, когда заранее некоторые опечатки неточности в конспекты лекции вношу. То есть вы можете на слайдах замечать подобные неточности. Это как раз для подобного уровня освоения материала. чтобы устранить формализм в изучении содержательной части используется. Итак, четвертая позиция условно называется критик. Критик в кавычках и она направлена на то, чтобы в учебном материале отыскать несоответствие и противоречие, то есть выразить свое критическое отношение к учебному материалу. Эта позиция характеризуется непринятием школьников или студентов некоторых смыслов или идей содержания учебного материала, которые основаны на его буквально субъективном анализе. И в этом случае деятельность обучающегося проектируется и направлена на анализ несоответствий и неточностей и противоречий своеобразных в исследуемом изучаемом материале. Пятая позиция условно называется апологетом. Она наоборот представлена в подчеркиваемом и принятием обучающимся содержанием учебного материала, который он изучает. Эта позиция выражает субъективное отношение к содержанию материала с позицией совпадения разных точек зрения, точек зрения того, кто оценивает, с точкой зрения автора, преподавателя или учителя. Эти две последние позиции представляют собой больше оценочное пространство с усвоением и оценкой деятельности участников учебного процесса. Позиция рефлексия, шестая позиция, главная задача заключается в том, чтобы школьники, находящиеся в этой позиции, поняли трудности, связанные с усвоением учебного материала, рефлексию, анализ пройденного материала провели, и эта позиция в определенном смысле является интегративной позицией, поскольку связывает пространство смыслов и пространство предметного содержания. Седьмая финальная позиция условно называется экспертом, экспертная такая позиция, и находясь на этой позиции, школьники должны будут оценить деятельность всех участников учебного процесса, включая и ученик, и своих одноклассников и учителей, с позиции такого специалиста и эксперта, но сначала они, конечно, должны будут поставить определенные содержательные вопросы всем участникам занятий, и на основе ответов уже эти вопросы в совокупности будет выноситься какой-то вердикт. Перечисленные позиции школьники выбирают естественно сами, и жесткого фиксирования позиции за школьниками не предполагается. Но вводится одно ограничение, чтобы в каждой подгруппе не было менее трех лиц, чтобы был какой-то консенсус, у них спор внутри группы, с которого истина бы рождалась. Важно при этом не забывать, чтобы были правильно представлены на занятии все перечисленные позиции. Поэтому работа по данной методике после проведенной теоретической ознакомления сможет продолжаться и на следующем спаренном занятии или уже в отдельных студенческих группах с другими преподавателями или ассистентами либо в разных классах школьных, которые бы прорабатывали прослушанный материал учебный на практических занятиях по соответствующей теме. А механизм распределения позиций будет довольно простой. Заранее подготавливаются бланки, в которых указывается название позиций. После некоторой части учебного занятия бланки со всеми названными позициями раскладываются на столе в случайном порядке и каждый школьник выбирает бланк с подходящей позицией, которая ему с одной стороны по душе и вписывает свою позицию на этом бланке. На том же бланке можно оформлять результаты осмышления материала пройденного и результат своей деятельности. То есть такую активную позицию в обучении эти обучающиеся принимают. В процессе же работы в подгруппах школьники поочередно демонстрируют свои результаты на разных позициях и отвечают на разные вопросы друг друга, а потом сдают бланки учителю. Например, группа образ может очертить схему, определяющую образный рисунок на том же бланке и одновременно на доске учебной, чтобы было видно всем учебникам занятия этот образ наглядный. Потом на выступлении каждой подгруппы до 5 минут может быть отведено и результаты уже выступлений будут возможно дольше обсуждаться. как вы заметили на различных студенческих конференциях 5 минут изложения минут 10 на обсуждение обычно планируется. И в ходе таких педагогических экспериментов кроме определения конкретных профессиональных умений и навыков уметь развитие мышления школьников нужно уровень развития будет оцениваться по следующим конкретным параметрам то есть отцифровываться все эти уровни будут по следующим параметрам во-первых отцифровывается способность узнавать и воссоздавать учебный материал без опоры на внешнюю подсказку то есть надеясь только на свою память уровень распознавания или низкий уровень такой бинарный формат этого параметра определяется второй параметр заключает в себе способность передать содержание учебного материала своими словами в виде рисунка либо схемы или другим иным способом сделать его интерпретацию доказать определенные суждения передусмотреть результат этого учебного материала тоже в бинарном формате оцифровывается чтобы статистически обработать все эти данные значит уровни способности передачи учебного материала разбиваются на уровень понимания и на допустимый уровень третий параметр заключает в себе способность анализировать и устанавливать различные взаимозависимости и отличия между причинами и следствиями это уровень перенесения может быть или достаточный уровень наконец четвертый параметр заключает в себе оценку способности давать или определять ценности методов приемов различных значимостей того или иного результата то есть уровень оценки или наиболее высокий уровень будет тут градироваться графические же представления результата сформированности мышления школьников можно визуализировать видеть диаграммы статистические столбцевые диаграммы что мы изучали в курсе мат статистики и по столбцам допустим горизонтально расположить распознавание понимания перенесения оценка по строкам расположить в этой столбцевой диаграмме группы контрольную и экспериментальную то есть уровни сформированности мышления у школьников экспериментальной и контрольной группы в сравнении по парными столбцами предстанут на диаграмме как свидетельствуют множественные результаты тестирования обучающихся коэффициенты эффективности сформированности компонентов эмоционального интеллекта в экспериментальной и контрольной группах являются не очень высокими по сравнению с другими критериями культуры математического мышления но это возможно объясняется отсутствием у большинства школьников способностей к осознанию восприятию и регуляции своих эмоциональных состояний и чувств а как следствие это является проявлением невысокого уровня умений руководить собою и отношения с одноклассниками могут невысокого уровня выстраиваться поскольку в основе данного компонента лежат больше эмоций тех кого и тестируют которые представляют собой психические процессы и состояния различные связанные с инстинктами или потребностями и мотивами также которые отображают в форме непосредственного переживания значимых для индивида явлений ситуационной обстановки то на выходе результаты проверки оказываются статистической не очень стойкие а зависят не только от внутренних субъективных факторов тех кого тестируют но и от многих внешних раздражителей например некомфортность среды нездоровья заболел тот же ковид или что сейчас модно чем болеть какие-нибудь санитарно-гигиенические условия из ряда вон выходящие с этим тоже столкнулись на собственной шкуре все это пережили и тем не менее несмотря на это коэффициент эффективности сформированности компонентов эмоционального интеллекта экспериментальной группы может выходить за пределы зоны незначимости значит примененная система педагогических влияний даже в условиях довольно шаткого равновесия тех кого исследуют будет демонстрировать положительный эффект высокий общий же коэффициент эффективности формирования культуры мышления будущих математиков выбирающих математические специальности можно рассчитывать как среднее арифметическое значение среди значений коэффициента эффективности усвоения профессиональных знаний коэффициента эффективности сформированности профессиональных умений коэффициента эффективности мышления коэффициента эффективности мотивации к изучению материала профессиональной математической направленности и коэффициента эффективности эмоционального интеллекта. В итоге 5 коэффициентов, 5 числовых значений складывают, делят на 5, и тем самым рассчитывается коэффициент формирования культуры математического мышления. То есть статистически подходят строго к определению этой величины. Позже рассчитанные коэффициенты эффективности критерий культуры математического мышления сводятся в общую таблицу. Общий же коэффициент эффективности культуры математического мышления в экспериментальных группах, как правило, превышает полученные показатели того же коэффициента в группах контрольных, на более чем на 60%. Если же сравнивать эффективность каждого критерия в экспериментальных и контрольных группах по отдельности, то наибольшего прогресса можно достигнуть в регуляции внутренней и внешней психических деятельностей. Тех, кого тестировали, разность в коэффициентах эмоционального интеллекта оказалась больше единицы, в формированности знаний, чуть близка к 90%. Необходимо также отметить, что разность в показателях коэффициентов формирования умения и мышления практически одинаковы. Примерно по 0,5 распределились эти значения. Собственно, последний говорит о том, что динамика их возрастания идет практически параллельно. То есть, насколько повысится уровень мышления математического, настолько же повышается и профессиональный уровень обучающихся, да, профессиональных умений, то есть конкретные навыки умения в решении их задач. А наименьшая же эффективность формирования культуры математического мышления оказалась в мотивации к учебному профессиональному материалу. То есть, мотивация как таковая не меняется, они изначально заточены на сильном уровне мотивации школьники. Как правило, если они выбрали физмат-профиль, уже замотивированы, и какими-то новыми методиками, да, еще сильнее улучшить этот коэффициент, ну, возможно, нет смысла, да. Анализ же экспериментальных работ различных указывает на первоочередные направления в ходе усовершенствования использования комплекса педагогических условий по формированию культуры мышления на основе модели позиционного обучения. А именно, на умение высказывать и выражать свою мысль, на воспитание профессионального поведения, находясь на своей позиции, на модификационные факторы, на формирование культуры мышления школьников через свою позицию, не только на получение набора готовых математических знаний, да, и штампов. Ну, и на этапе статистической обработки данных можно использовать, опять же, два критерия. Это параметрический метод хи-квадрат и непараметрический метод углового преобразования Фишера, Фиса-звездочки. Критическое значение хи-квадрат для уровня значимости в 0,05 при одной степени свободы, я уже говорил, да, там по таблицам Сидоренко рассчитанным ли, равен 3,84. Выявленное же значение хи-квадрат оказывается больше, чем критическое, и поэтому расхождение по критерию хи-квадрат статистическому между двумя выборками, то есть в конкретной экспериментальной и в контрольной группах, оказалось достоверным. То есть их можно считать достоверными. Сопоставив аналогично предельные параметры с рассчитанными эмпирическими значениями величины Фиса-звездочкой, то есть того метода углового преобразования Фишера, по методу Фишера, можно будет утверждать, что получен также положительный эффект и для двух других пар групп, которые принимали участие в эксперименте, значения хи-квадрат и фи со звездочкой лежат практически в тех же диапазонах, превышая критические значения. Таким образом, найденные значения будут превышать границы критических значений. Значит, говоря языком математики, расхождение между рассмотренными распределениями статистически оказывается достоверными. И поэтому применяемый комплекс педагогических условий оказывает содействие, полноценное содействие повышению уровня математической культуры мышления школьников. После же завершения различных педагогических экспериментов, к правилу, проводится еще и дополнительно сравнительный статистический анализ с целью определения динамики возрастания в уровнях показателей сформированности математической культуры мышления школьников из эмпирической и из контрольных групп в начале и в конце эксперимента. Для этого можно выбрать процедуру на основе рассмотрения итоговых коэффициентов сформированности культуры мышления. Результаты же работы позволят сравнить показатели распределения школьников по обобщенным уровням сформированности в конце констатирующего и формирующего этапов эксперимента. А по уровням 4 это высокий, достаточный, допустимый или низкий. Ну как 5, 4, 3, 2, да? В ранжировании 4 уровня сформированности будут анализироваться. Сравнивая результаты исследований, можно прийти к выводу относительно важных положительных сдвигов в показательных экспериментальной группы, произошедших к концу вашего эксперимента. Все это в таблицу сводится, да, и из таблицы становится видным, что в экспериментальных, как и в контрольных группах в начале эксперимента сохранялся приблизительно одинаковый процент школьников по уровням сформированности различных факторов, навыков, умений математических. Хотя в экспериментальных группах на момент завершения эксперимента оказывается значительно меньший процент школьников с низким и с допустимым уровнем культуры мышления математического. Сравнительно с большим процентом, с достаточным и высоким уровнем математического мышления. Ну там в процентах, если выразить, да, то будет примерно 3% против 77% соотношения этих уровней. В то время как в контрольных группах эти показатели значительно ниже оказывались. Кроме этого, во время заключительного этапа эксперимента получаются данные, которые свидетельствуют, что изменялась и успешность обучения на тех занятиях, на которых наиболее активно использовалась модель позиционного обучения. Ну а именно в контрольных группах успешность сменилась с 87% до 92%, а в экспериментальных с 88% до 99%. Кроме того, в экспериментальных группах также существенным образом увеличилось и качество обучения, там буквально 63% до 80% скакнув. Математической обработкой этих результатов педагогического эксперимента с помощью критерия хи-квадрат и метода углового преобразования Фишера кажется возможным доказать, что результаты исследования педагогического являются статистически значимыми и что, собственно, подтверждает эффективность предлагаемой модели обучения. Педагогический эксперимент по его завершению позволяет фактически экспериментально подтвердить разработанную какую-нибудь авторскую теоретическую модель допустим позиционного обучения математике с учетом взаимосвязи между компонентами знаний, умений, мотивации, мышлений и эмоционального интеллекта. Также позволяет определить реаритетность мотивов обучающихся в ходе формирования их культуры математического мышления для успешной профессиональной деятельности, либо подтвердить диагностическую, некоторую дидактическую ценность и эффективность применения модели позиционного обучения через реализацию идеи деятельственного подхода к обучению математики, либо получить сравнительные результаты по уровням сформированности культурного мышления школьниками экспериментальных и контрольных групп, как на констатирующем этапе, так и на этапе формирующего эксперимента. Ну и таким образом позиционная модель обучения в значительной степени снимает формальные моменты учебного материала, снимает отчуждения между учителем и школьниками, между учебным материалом и теми, кто его изучает. А главным окажется то, что эффективно будет концентрироваться познавательная деятельность школьников вокруг формирования у них необходимых математических компетенций и вокруг культуры математического мышления. Они вынуждены становиться активными участниками в ходе обсуждения изучаемого материала, так как знают, что им предстоит выражать собственную позицию, которую они выбрали. И такая схема будет являть собой действительное воплощение деятельностного подхода в обучении. Так она фактически усиливает личностное взаимодействие у учеников и учителей, ну и снимает определенные напряжения, которые возникают при классической системе изучения математического материала. Ну и на этом еще не заканчивается сфера применений мат-статистики и теории вероятности в педагогике, в обучении математики. Разберем теперь использование закона ЦИПФа для определения количества усвоенных на занятиях математики учебных понятий. Актуальность этой проблемы определяется решением достаточно сложной дидактической задачи, связанной в первую очередь с определением оптимального количества усвоенных на занятии математики учебных понятий. И проблема обусловленная нахождением эффективных путей усвоения учебного материала на занятии усиливает внимание исследователей на поиск новых эффективных способов решения близких по содержанию педагогических задач. Ну в частности на расчет оптимального количества базовых и обслуживающих учебных понятий, которые должны усвоить обучаемые на одном занятии. Рационально оказывается использование образовательных ресурсов в учебном процессе и можно будет их рационально использовать только с применением выявленных закономерностей статистических законов, которые являются базой к выявлению оптимального распределения сил учителя и обучающихся. Эти силы заранее нацеливают на субъект учебной деятельности, на вероятные трудности, на их преодоление нацеливают и дают возможность продуктивно использовать время, отведенное на усвоение нового материала. Некоторый исторический экскурс выполним, как именно пришли современники к этим идеям. Раньше длительное время анализ законов, по которым осуществляется сложное отображение взаимоотношений между учителями и их воспитанниками, не попадали в зону внимания ученых, экспертов в теории вероятности и статистики. Множество же психолого-педагогических закономерностей, среди которых активизация внимания обучаемого и его произвольные и непроизвольные запоминания информации, также формирование обучаемого некоторых абстрактных математических понятий, построение продуктивной учебной деятельности и формирование логического мышления. Все это долгое время оставалось вне поля действий заинтересованных ведущих исследователей в педагогической сфере и сфере мат-статистики. Впервые же эти вопросы с научной точки зрения рассмотрели выдающиеся психологи прошлого столетия Выгодский и Леонтьев. Они совершенно по-новому раскрыли деятельностные возможности человека и определили инновационные подходы в изучении сознательных процессов личности, в учебной деятельности. В 50-е годы прошлого столетия появившаяся в то время наука кибернетика ввела новое понятие «саморегулирование» и сделала центральным предметом своего изучения структуру саморегулирующихся систем. Приблизительно в то же время и в математике, и в мат-статистике появились такие же прогрессивные идеи, черченные в теории информации и в теории случайных процессов. Существенное открытие было сделано и в физиологии. Центральное для этой науки понятие «рефлекторная дуга» было заменено на новое понятие – понятие «рефлекторного кольца». А идея рефлекса обогатилась и дополнилась новыми взглядами Анохина, который выдвинул идею функциональных систем. Также был сделан решающий шаг и в развитии физиологии рефлексов. Тем же Бернштейном была разработана так называемая физиология активности, которая вплотную подошла к научному анализу физиологических механизмов наиболее сложных и активных форм человеческой деятельности. В конце 60-х годов прошлого века такие психологи, как Линдсей и Норман опубликовали свою базовую работу «Переработка информации у человека» под названием. Благодаря этой работе было положено начало научному подходу в исследовании эффективного усвоения учебного материала на занятиях. Перечисленные достижения родственных наук подтолкнули и педагогов-исследователей к статистическому анализу процессов переработки учебной информации. Тот же Подласый разработал основы теории диагностики и экспертизы педагогических проектов, в рамках которой была подробно разработана диагностика обученности учащихся. Такие исследователи, как Каневец и Лученко, систематизировали основы педагогического оценивания. Их центральная идея была в попытке подойти к переработке получаемой занятий информацией как к сложной активной деятельности, построенной на вероятностных законах. Многие педагоги-исследователи начали изучать как раз проблему понимания учебного текста и определения его сложности. Попробовали выявить показатели трудности учебного материала, а именно такие факторы, как информативность, абстрактность учебных понятий и сложность их внутренней структуры. Даже разрабатывались рекомендации для повышения понятности учебного материала, но, к сожалению, проблеме соотнесения учебных понятий по уровням их значимости, по соотношению базовых, обслуживающих и второстепенных понятий, было недостаточно отведено внимания в работах этих ученых. И поэтому в 21 веке, уже в цифровую эпоху, вырабатывается новое исследование, которое связано с использованием закона, который дал бы возможность не только вычислить качественный или количественный состав базовых учебных понятий при их усвоении занятий, но и давало бы некоторую иллюстрацию взаимосвязи этих понятий со второстепенными, ну или как их называют еще обслуживающими понятиями. То есть основная цель этих исследований заключается в демонстрации использования закона ЦИПФО для определения оптимального количества учебных понятий с точки зрения статистической на занятии с учетом их полного усвоения по критерию значимости. В чем сущность закона ЦИПФО? Для различных процессов согласованности элементов учебной деятельности чаще всего применяют классические законы распределения, тот же закон нормального распределения, известный вам. А численные методы обработки информации оказывают вспомогательную роль играющие. Например, метод транспортной задачи, да, из теории игр вам знакомы, надеюсь, метод углового преобразования Фишера, ну то, что мы сегодня уже из мат. статистики вспоминали, ну и многие другие. Но иногда для процессов количественного определения учебных объектов используются и ненормальные, то есть негауссовые законы распределения. К ним можно как раз отнести закон ЦИПФО. В конце 40-х годов прошлого столетия профессор-лингвист и филолог по образованию Гарвардского университета Джордж Кингсли ЦИПФО, Он, собравший достаточно большой статистический материал, попробовал показать, что и распределение слов естественного языка подчиняется одному простому достаточно закону, который можно сформулировать следующим образом. Если к какому-нибудь довольно большому тексту составить список всех слов, которые встречались в нем, потом расположить эти слова в порядке убывания их частоты в этом тексте и пронумеровать их в порядке от единицы до R, где единица до R это порядковый номер наиболее часто встречающегося слова. Единица, как 100%, на первом месте самое часто встречающееся. Тогда для любого слова произведение его порядкового номера или ранга в этом списке на его частоту в тексте будет константной постоянной величиной. И она имеет приблизительно одинаковое значение для любого слова из этого списка. Аналитически закон ЦИПФА может быть выражен в виде следующей формулы. Если мы возьмем частоту слова в тексте и умножим ее на порядковый номер слова в списке всех слов из данного текста, по возрастанию отсортированной, то получим эмпирическую постоянную константную величину, фактически со статистической точки зрения, характеризующую данный текст. Для разных языков, для разных предметных областей. Конечно, эта константа будет своя, но тем не менее она константна. К слову, подобная закономерность еще и в криптоанализе используется. Но у вас, к сожалению, нет этой дисциплины, но сами можете погуглить в этом направлении. Криптоанализе, криптоаналитиками тоже это частотная характеристика текстов широко эксплуатируется на сегодняшний день. Полученная же закономерность графически визуализируется в виде гиперболы. А позднее Мандельброд предложил ее теоретическое обоснование. Он исходил из того, что можно сравнивать письменный язык с кодированием. Причем все знаки кодировки должны иметь определенную стоимость. Исходя из требований минимальной стоимости сообщения, Мандельброд математическим путем, Мандельброд математистатистики, дошел до аналогичного закона ЦИПФа, но в виде подобной зависимости. Когда мы частоту слова встречания в тексте умножали на ранг слова в списке всех слов, возведенный в степень, равную величине, близкую к единице, которая могла бы меняться в зависимости от свойств текста. Ну а раз есть числовая характеристика, изменяемая для математического представления различных свойств текста, то и возникает желание определять количество усвоенных на занятии учебных понятий на основе этого математического статистического закона ЦИПФа. Ведь учебные понятия, как ментальные конструкции, являются важнейшими компонентами непрерывного изменения и расширения познавательной структуры индивидуума, который развивается, научится. Под термином учебное понятие здесь мы называем базовую, фундаментальную, смысловую единицу учебного материала, которая выступает не только как смысловое образование, обусловленное направлением человеческой мысли в определенной предметной области, совместно, конечно, и с духовными установками, но и как некоторая конструкция в виде значения слов, формул и других символьных объектов, используемых в среде профессионалов и специалистов. Вот, как сейчас вспомнил, в свою бытность, еще будучи студентом, как у нас преподаватель математического анализа, некоторую трудность испытывал при выборе символов латинского алфавита для обозначения той или иной функции, да, или иного свойства. Поскольку нам, с точки зрения студентов-то, пока не дошедших, да, в своем развитии другого уровня, не имело значения, какой конкретно буквой вы эту функцию обозначите. С его багажом знаний каждая функция, каждый символ, да, каждая буква уже имела определенный смысл. Там, как-нибудь Z, это Z, это функция Риммана, там, просто Z, там, комплексное число Z, да, и не так-то просто было среди свободных букв выбрать соответствующий символ, чтобы был подходящим. Вот, а большинство именно педагогов-исследователей вместо термина учебное понятие использует другое формализованное и тождественное ему словосочетание. Ну, такой показатель информационно-смысловых элементов текста. Или еще можно встретить в разных источниках название информационно-содержательные элементы текста. Они, эти элементы, определяются в форме суждений, как завершенные по смыслу простейшие предметные структуры, при расчисленении которых теряется уже их содержание и смысл. Ну, такое устойчивое словосочетание, да, получается. И SET, это высказывания или простые суждения, из которых составляются и формируются понятия. В одном предложении может содержаться несколько SET-ов. Иногда длинное высказывание может иметь лишь один SET. Исходя из того, что и учебные понятия, и SET-ы, это практически тождественно отображают одно и то же структурное образование, можно будет для удобства рассмотрения в дальнейшем использовать дефиницию SET. Такой элементарный, да, информационно-содержательный фрагмент текста и SET. В качестве примера конкретного использования показателя информационно-смысловых элементов текста мат. статистики можно привести формулу для подсчета дидактического объема усвоения учебного материала с учетом цели обучения. Эта формула получена была эмпирическим путем в далеком 1989 году, исследователем по фамилии Беспалько. Вот. И по его мнению, этот характер, эта статистика должна вычисляться как частное отделение. В числителе располагается произведение количества SET-ов, ну, за N, допустим, обозначимого, да, умножается это количество SET-ов на средний прирост качества уровня усвоения материала и степени абстракции материала. Ну, такое дельта B, да, как бы превращение своеобразное, качество уровня и степени абстракции материала. Потом это все умножается на средний объем формальной информации в одном из SET-ов, в битах выраженное, когда одно слово несет информацию в среднем от 12 до 14 бит. Ну, со школьного курса информатики, что такое бит, думаю, помните, да? Умножаем на эту величину, умножаем после этого на степень осознанности материала. Это натуральное число будет, гамма, равное единице, двойке или тройке. Это число показывает уровень аргументации выбора ориентировочной основы действия. Ну, единице равен этот множитель. Если этот уровень в пределах одной задачи сформирован, двойке будет равен мультипликатор, когда в пределах одной или нескольких базовых дисциплин уровень сформирован, а тройке равен мультипликатор гамма. Если этот уровень аргументации выбора ориентировочной основы действия сформирован в пределах широких межпредметных связей многих дисциплин, То есть ваш школьник пытается проиллюстрировать приложение какой-нибудь новой формулы математической и вне математических дисциплинах, в какой-нибудь биологии или еще и так далее. Наиболее высокий уровень осознанности материала окажется. А в знаменатель дроби положим единицу минус коэффициент усвоения материала. КТТ, этот коэффициент, можно будет вычислить, опять же, как частное отделение среднего времени выполнения тестовой пробы ученика к среднему времени выполнения тестовой пробы специалистам. В знаменателе у нас время на выполнение теста экспертом, специалистом в этой области выполненное, осуществленное, а в числителе учеником выполненное. Ясно, что чем ближе к нулю это частное отделение, тем хуже освоен материал, чем ближе к единице, тем лучше, да, уже как будто сформировавшийся специалист перед нами. Ну, а больше единицы, ну, в принципе, вундеркинды тоже бывают, их тоже не забываем. Вот, больше единиц тоже может это значение приниматься. Так вот, ну, только тогда, если будет больше единицы, это величина, да, то в знаменателе мы обнаружим единица минус, это величина, если мы из единицы вычтем больше единицы, то окажется у нас отрицательное число, да, и отсюда вывод эмпирический по этой формуле получится. То есть, нужно до этого вундеркинда не новые понятия изучать, а забывать уже имеющиеся, да, такой отрицательный рост. Это популярное словосочетание в современной России, но отрицательный рост, тем не менее, можно будет обнаружить, когда ученики перерастут своих учителей, специалистов в той или иной области, и фактически с математической точки зрения, ну, отрицательные значения будут ничего страшного. Учитывая же тот факт, что некоторые переменные внутри какой-либо сферы знаний могут распределяться согласно закону Цитфа, можно предпринять попытку его применения для различных областей деятельности. Вот, например, английский химик и библиограф Брентфорд получил подобный закон, который был связан не с распределением слов в тексте, а с статистическим распределением документов внутри какой-то тематической отрасли. То есть, по сути, был повторно открыт тот же закон, но для других объектов анализа. И с точки зрения дидактики, в содержании любого учебного материала принято выделять две части. К первой части относится информация, которая непосредственно составляет содержание предмета, так называемые предметные знания, первостепенное содержание. А во вторую часть относится второстепенное содержание, это информация, которая больше обслуживает первостепенное содержание. Ну, например, это знания из других учебных курсов, изложения, толкования, объяснения на примерах со смежных дисциплин, так называемые междисциплинарные связи, да, подчеркивающие. Ну, и либо так называемые фоновые знания, сопутствующие, информация о применении и использовании первостепенного содержания в других дисциплинах, в быту, где-то в жизни и тому подобному. Вот. Инженерия знаний в текстовых источниках знаний, в том числе и в учебниках школьных, либо учебных пособиях, или лекционном вузовском материале, определяет первичный материал наблюдений. Целую систему научных понятий и субъектов взглядов автора, и его отношения, его личного опыта, а также некоторые общие места или так называемую воду, да, разбавляющими основное наполнение материалом. Согласно этому, можно говорить о наличии в учебном материале содержания совместно с первостепенным и второстепенным. То есть такое третье степенное содержание, которое будет в основном отвечать за воду, да, в изложении. Это так называемая периферийная информация. Ну, обычно практика составления семантической модели предметной области показывает, что третье степенное содержание, особенно в учебниках для общеобразовательных курсов, может достигать достаточно больших объемов. То есть эту воду, да, можно с большим успехом выжимать, удалять из курсов, ну, на самостоятельное изучение оставлять. По сути дела же, именно первостепенное содержание, ну, если эту информацию называть можно ключевой, базовой, и составляет она фактически семантическую модель предметной области. Ну, ее можно назвать зоной значимости номер один. Соответственно, второстепенное и третье степенное содержание будут зоной номер два и зоной номер три. То есть, чтобы статистику хоть навести, нужно ранжировать эти предметные содержания. И вот на три уровня это ранжирование разбивает предметную область. Однако, эти знания, например, в учебнике не отделены, как правило, специально, а распределяются по всему учебнику, переплетаются с разными знаниями. И они фактически не формализованы. Ну, и возникает задача определения количества новых знаний, ключевых и сетов, которые должны быть усвоены учениками, школьниками, да, относительно их общего количества на одном уроке конкретно, да, там сколько, 40 минут выделено, и сколько за это одно занятие новых понятий, да, стоит изучить и включая уже изученные повторить. Можно использовать для этого как раз закономерность цифра Брэдфорда, статистическую закономерность, да. Сущность этой закономерности относительно дидактической, педагогической задачи состоит в том, что если все и сеты расположить по убыванию количества их значимости, то количество и сетов в полученном списке можно будет разбить на три вышеописанные зоны. Таким образом, чтобы количество базовых и сетов в каждой из этих зон было бы примерно одинаковой. То есть механика, такая, определение рейтинга, да, значимости и сетов будет развиваться, применяться. Ну и при этом в первую зону, так называемую зону ядра основную, войдут только базовые и ключевые понятия эти и сеты, которые являют собой основу рассмотрения заданной темы дисциплины, там, по алгебре или по геометрии, да. Количество же этих главных и сетов в зоне ядра достаточно небольшое. Вторую зону будет образовывать тоже количество базовых и сетов, совместно с частично обслуживающими и сетами заданной предметной сферы. Причём их общее количество существенным образом возрастёт в сравнении с количеством и сетов первой зоны. К ним относят и число и сетов, которые будут объединительными с сетами базовые ядра. Это могут быть уже изученные информационно-смысловые единицы, да. Без каких-то и сетов базовые ядра, ведь усвоить очень сложно материал, а иногда и вовсе невозможно. И, наконец, в третью зону, статистически самую большую по количеству разноплановых и сетов, входит объединение большинства информационно-смысловых единиц текста, содержания которых очень далеки от рассматриваемой темы занятий. Типовой пример, возможно, в их, допустим, сводного курса математики или теории множества, когда задачи факторизации рассматривали, разбиение элементов множества на классы, да, то базовые будут понятия фактор множества, второстепенные, собственно, операции над множествами являются собой обслуживающими понятиями, а третьесортными, такие, третьестепенного плана будут понятия, допустим, филателист какой-нибудь, да, или кто там еще, коллекционеры разного рода, да. То есть, когда у нас нумизматы, да, занимаются коллекционированием, то они фактически и осуществляют ту самую факторизацию множества объектов в своей коллекции. Но эти понятия уже, скорее, третьестепенные, да, из третьей зоны и к базовым данного раздела математики не относящиеся. Тем не менее, они такого общего характера, ну, скорее, коммуникационными элементами являющиеся, и общие обслуживающие компоненты для базового ядра, формирующиеся. Таким образом, при одинаковом количестве базовых эсетов по определенной теме занятия в каждой из названных трех зон, общее количество эсетов разной категории резко возрастает при переходе от одной зоны к другой. Используя же идеи ЦИП Брэдфорда, можно установить статистически, что количество эсетов в третьей зоне будет приблизительно во столько раз больше по сравнению со второй зоной, во сколько количество эсетов второй зоны больше относительно эсетов первой зоны. Ну, если их обозначить за P1, допустим, количество эсетов первой зоны, P2 количество эсетов второй зоны, а P3 количество эсетов третьей зоны, и принять параметр А, как некоторое отношение общего количества эсетов второй зоны к количеству эсетов первой зоны базовой, то тогда закономерность, которая была подмечена Брэдфордом, может быть записана так. P3 деленное на P2 равно P2 деленному на P1 и равно А. То есть через такую пропорцию эта закономерность проявляется. Эту зависимость и называют законом ЦИП Фа Брэдфорда. Такую статистическую зависимость. Если расположить базовые эсеты по убыванию числа их значимости, то согласно закону ЦИП Фа Брэдфорда, их можно будет разбить на три группы, которые содержат равное примерное количество. Ну, а из теории, от статистики известно, что в педагогике на одном занятии качественно можно усвоить примерно семь базовых эсетов, которые занимают первые семь мест в полученном списке. Ну, а для того, чтобы усвоить количество усвоенных базовых эсетов на одном занятии, нужно будет прибавить к имеющимся семи еще семь общих эсетов. Ну, если А принять за пять, мультипликатор, да, опять же, чисто эмпирически экспериментальным путями найдены для математических областей, то количество наименований, терминов вырастет до 35. Ну, и тогда общее количество эсетов будет составлять уже 7 плюс 35, это 42 термина, да, 42 понятия базовых их дефиниций. Это уже существенно больше, чем 7 начальных. При попытке же усвоить второе большее количество базовых эсетов, нужно будет еще на 25 умножать. Это получится 7 плюс 7 на 5 плюс 7 на 25. Получится 217 общих эсетов, но это уже свидетельствует о том, что при увеличении интенсивности изучения нового материала возрастает практически вдвое и шумовой фон. То есть, трудности этой процедуры возрастают буквально в 6 раз. При увеличении интенсивности изложения материала в 3 раза, трудности возрастают уже в 31 раз. Вот. Ну, а если, допустим, в динамике рассмотреть, да, как мы постепенно уплотняли изложение курса той же мат. статистики, там, за прошедшие буквально 5-7 лет, там, буквально вдвое сократились объемы, да, соответственно, порядка в 6 раз усложнилось восприятие этого материала. То есть, обучающимся данного курса в 6 раз труднее, кажется. Так, много очень на индивидуальное, самостоятельное обучение, но пока справляетесь, значит, видимо, дальше тенденции будут продолжаться и все еще меньше и меньше. Но, опять же, подчеркиваю, если в 3 раза интенсивность изучения повысить, то трудности уже в 31 раз возрастают статистически, да. Это уже существенно будет. Поэтому интенсификация учебного процесса, изучение математики той же, да, относительно усвоения базовых знаний в виде учебных понятий терминов базовых ключевых всегда сопровождается большими трудностями и препятствиями со стороны второстепенного шумового материала. Когда некоторые, как они называются там, улучшатели, да, оптимизаторы системы образований призывают учителей увеличить качество обучения в несколько раз, то есть увеличивая интенсивность фактически усвоения новых эсетов, то они просто не представляют, что за этим стоит будет, что за этим улучшением стоит колоссально большая, порой просто неподъемная работа, да, тянущая за собой лавину вспомогательного и второстепенного материала, который уже обрабатывать практически невозможным становится. Но, тем не менее, статистическое моделирование, основанное на вероятностном анализе, получаемой на занятиях информации, как сложной активной деятельности обучающихся, может быть построено на вероятностных законах, и оно имеет пока лишь первые шаги своего становления и осмышления, но пока еще не обоснованы, возможно, критерии оптимального наполнения курсов, да, оптимизации сложности усвоения учебных понятий, нет определенных методов измерения трудностей их усвоения, но применение некоторых специфических методик или законов распределения дает основание и надежду на эффективное их использование. Среди них достойное место как раз занимает закон цифра Брэдфорда, позволяющий не только научно выделить законы значимости учебных понятий, которые изучаются на занятиях, но и обоснованно вычислить их взаимозависимости, количественных и другой количественный состав. Это дает мощный инструмент педагогу-исследователю для расчета напряженности работы обучающегося, на занятиях, на индивидуальных, там, каких-то домашних работах, при усвоении новых информационно-смысловых элементов курса. Вот, ну, из собственной практики еще добавлю, допустим, те же тесты ваши, да, что вы по вам статистике решаете на портале. Содержат вопросы в количестве тысяч штук, да. В прошлом году были созданы тесты из этого банка, тысячи вопросов, по сто вопросов. А в этом году вы заметили, у вас каждый тест содержит лишь 20 вопросов. Что лучше, что хуже, как думаете? Если задуматься, оказывается, по 20, да, лучше меньше, но лучше. Так, я, Алена, вижу, 20 лучше. Действительно, это лучше, и не только, вот, по вашей нагруженности, да, но и чисто статистически. Когда этот тест содержит 100 вопросов, ну, достаточно просто 10 раз, ну, 10-15 раз, да, это буквально каждый из обучающихся зайдет, не выполняя теста, нажмет показать ответы, да, и ему ответы будут выданы. И таким образом 10 человек мгновенно все тысячи вопросов получат ответы, и уже при следующей попытке просто эти ответы спишут. А в то время как по 20 сгруппированные тесты будут достаточно дольше, да, эти выборки формировать. Уже надо не по разу 10 человек, а раз по 20, да, по 100, так, это сколько получается, 50 раз, да, чтобы 20 на 50, перемножив, 500 даже, да, что-то запутался, 50, правильно, 20 на 50, получится 1000 вопросов. Вот, чтобы 1000 вопросов хватить, уже надо как минимум 50 раз. Да, могут они повторяться, но чтобы всю 1000 вопросов охватить, нужно 50 раз проходить. Это уже проще сесть и осмысленно эти 20 вопросов самому решить, там, через задачник, через калькулятор или еще как-то. Но это будет с дидактической точки зрения более эффективно. И в этом как раз в помощь незаконцы про ЦИПФа Бертфорда и статистический анализ результатов интерактивных тестов. Как раз к этому выводам нас приводит. Так, ну и еще время, в принципе, есть. Переходим теперь к вопросам, связанным с вычислительными методами на статистике теории вероятности, задействованными в принятии педагогических решений. Дело в том, что принимать различные педагогические решения можно на основе, допустим, теоретика игрового анализа, да, статистическими средствами. Ну, в чем суть таких подходов. В решении задач общей какой-то реальной образовательной практики зачастую приходится принимать педагогические решения. И, как правило, это принятие педагогических решений осуществляется в условиях, когда объект исследования действует или развивается под действием огромного количества факторов и причин. Иногда, когда нащупать какую-то конструктивную закономерность, которая бы могла стать базисом для анализа в принятии педагогических решений, ну, просто бывает невозможным в принципе. И тогда под принятием педагогического решения можно понять процесс разумного выбора оптимальных альтернатив педагогической практики с целью достижения наилучшего обучающего, развивающего, воспитательного и управляющего образовательного эффекта. То есть такая минимаксная задача, да, средствами мат. статистики и вероятности теории здесь решаться будет. В классическом виде ожидаемая результативность в принятии педагогических решений заключается, как правило, в том, что существует выбор из конечного числа вариантов действий. Каждый из вариантов при этом может дать несколько возможных результатов с различными вероятностями их прихода. То есть такую апостериорную вероятность, да, можно будет оценивать. Рациональные же процедуры тех, кто принимает эти педагогические решения, сводятся фактически к определению всех возможных промежуточных результатов и к установлению их ценностей, как положительных, так и отрицательных, да, для каждого выбора. Через исходы, вот, через анализ исходов различных статистик возникновения тех или иных последствий, ну, а затем к преумножению к преумножению соответствующих выгод и к отысканию оценкам вероятностей различных и к новому этапу анализа перехода. То есть, чтобы получить в итоге предполагаемую оптимальную эффективность, да, исследователи проводят различные эксперименты. Ну, а альтернатива же при этом получается и, в принципе, должна давать наибольшую предполагаемую ценность. Именно в педагогических процессах и явлениях, связанных с недосказанностью, с каким-то нечётким и неясным выражением обрабатываемого материала, неопределённостью условий, неопределённостью причин и связей между ними, влияющих на факторы, а также сложностью выявления этих причин и связей между различными факторами, приходится задействовать такие методы, статистического многофакторного анализа, которые давали бы наилучшие результаты в принятии окончательного решения в условиях неопределённости высокой. И как раз одним из таких мощных на сегодняшний день статистических механизмов решения поставленной задачи, проблемы, выступают математические основы по теории игр. Этот раздел, собственно, математики возник не только в результате систематического изучения игр, не только с целью понять суть той или иной игры, а скорее в попытках предсказать исход той или иной игры, да, то есть такой исход, что был бы приемлем для каждого из участников. Вин-вин, да, своеобразный. Последствия же зарождения этой науки показали, что идеи теоретикой игровой модели можно использовать не только для прогнозирования результатов самих игр, но и для достаточно широкого класса задач, которые никакого отношения к играм не имеют. Ну, если вспомнить такие фамилии, как Джон фон Нейман, Оскар Моргенштерн, чуть позже Джон Нэш, то они в своих работах представили принципиально новый взгляд на понятие игры. Они эту игру рассматривали не как последовательность случайных событий, подчиняемых законам теории вероятности, а как некоторый конфликт интересов игроков, участвующих в этой игре. В общих чертах, по сути, игра это некоторый процесс, в котором участвуют две, а то и более, противоборствующих стороны, которые действуют по конкретным определенным правилам. Участники же игры, их еще называют игроками, могут принимать решения в рамках определенной стратегии, влияющей на ход игры. Цель игры тогда будет заключаться в получении определенной выгоды, которая может выражаться, например, через эффективность или результативность, продуктивность или оптимальность, через какую-нибудь иную ценность, полезность или превосходство одного игрока над другими. Но поскольку теория игр изучает больше поведения людей, то ее идеи можно применить и для организации принятия педагогических решений. Следовательно, она может быть полезной для решения сложных дидактических проблем, поскольку именно в педагогике, лицам, принимающим эти решения, педагогические, приходится учитывать поведение обучаемых и воспитуемых. На основе же математических и статистических моделей реальных педагогических ситуаций можно будет получать ответы на многие злободневные вопросы педагогической действительности. Ведь педагогика фактически изобилует задачами, в которых используются функции полезности. В педагогике возникает порой проблема выбора альтернатив между разными дидактическими процессами и образовательными системами. Но проблема эта еще недостаточно исследована в теоретическом и практическом аспектах, поскольку без внимания исследователи практически остались такие важные вопросы, как применение эффективных математических методов принятия педагогических решений и использование форм влияния факторов сотрудничества на результаты учебной деятельности и на учет способов кооперации различных участников образовательного процесса в ходе принятия решений. Но вместе с тем, учитывая практическую значимость в использовании обоснованных методик в принятии педрешений и в отсутствии теоретических обоснований и практического внедрения новых инновационных моделей, уместно будет задуматься над вопросами принятия педагогических решений на основе теоретико-игрового статистического анализа. И эта тема на сей день актуальна очень. Она актуальна не только для узких специалистов и сотрудников каких-нибудь научных исследовательских институтов, занимающихся профессионально проблемами внедрения вычислительных методов при выполнении педагогических экспериментов, но и буквально для рядовых педагогов исследования, исследователей, которые постоянно что-то ищут, ищут новые научно обоснованные пути в принятии оптимальных педагогических решений с точки зрения методологически оправданной, статистически обоснованной. Ну и фактически раскрытие этой темы станет мощным теоретикам, практическим подспорьем и в вашей тоже профессиональной деятельности. Так что можно задаться целью, показать, что используя теоретико-игровой анализ статистическими методами, можно эффективно принимать педагогические решения для выявления продуктивных образовательных технологий. При этом возникнет ряд задач, конечно же, ну во-первых, как обосновать проблемы, связанные с сложностью подбора и адаптации алгоритмов теории игр для эффективного принятия решений в условиях педагогического сотрудничества. Ну и как показать на конкретном примере реализацию использования модели теории игр в педагогической кооперации, основанной на смешанной стратегии с ненулевой суммой. При этом любая образовательная система будет базироваться на передовых идеях, конечно же, теоретиков и практиков теории вероятности и мат. статистики. Одной из таких ключевых идей как раз является утверждение о значимости сотрудничества между субъектами учебно-воспитательного процесса как одной из определяющих основ современного обучения. Важность этой формы организации обучения настолько велика, что даже существует тенденция ведущих психологов рассматривать педагогический процесс как некоторую педагогику сотрудничества, совместного сотворчества. Проблема же учебного сотрудничества как коллективных, так и кооперативных и групповых форм работы активно исследовалась нашими соотечественниками, такими учеными и практиками, среди которых известные ученые-педагоги, самобытные творческие учителя Аманашвили, Гузик, Тараковский, Соловейчик именитый, Палтышев, Шаталов, естественно, и многие другие. Педагогическое сотрудничество в учебном процессе представляет собой разветвленную сеть взаимодействий по следующим четырем направлениям. Во-первых, это учитель-школьник, во-вторых, там школьник-школьник, в-третьих, общегрупповое какое-то взаимодействие школьников во всем классе, и в-четвертых, учитель-учитель, или внутри преподавательского коллектива взаимодействия, да, тоже тесные и взаимоважительные связи в этом коллективе развиваются. Среди перечисленных четырех направлений достаточно изученными оказываются лишь первые три. А вот проблема взаимодействия учителя со своими коллегами изучена недостаточно бывает, но, может, и не столь важная она оказывается в рамках реализации статистических подходов. Инновационное же обучение всегда трактуется как ориентированное на создание готовой личности к быстро наступающим переменным в обществе, то есть некоторому неопределенному будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также к способности к сотрудничеству с другими людьми. И поэтому проблема использования учебного сотрудничества как была, так и остается актуальной задачей среди педагогов и следователей. Сотрудничество же учителей с учителями в учебном процессе характеризуется специфическими особенностями его содержания, структуры, которую тоже необходимо учитывать при его организации. И при этом особая роль отводится влиянию педагогического сотрудничества на учебную деятельность тех, кого обучают. Например, исследование Рубцова позволило экспериментально выяснить основную роль и доказать эту роль знакового посредования в формировании общего принципа действия в процессе сотрудничества, выделить способы и механизмы организации совместной распределенной деятельности. В работах того же Каптерева было доказано, что основательно выделять формы учения в процессе взаимодействия, формулировать важные умения для учебной деятельности обучаемых. Проблема сотрудничества в виде кооперации для эффективного принятия педрешений практически ими не исследовалась. Именно устранение этого пробела в теории и практике взаимоотношения преподавателей и учителей можно докрыть. Это белое пятно как раз методами мат-статистики. Как известно, учебное сотрудничество организуется с помощью разных способов и приемов, которые одновременно регламентируются различными предписаниями и регламентируют деятельность ее участников. Можно рассмотреть одну из форм кооперации сторон из двух учителей. И теоретические основы в принятии статистически значимого педагогического решения на основе теории игр базируются следующим наблюдением. Ведь большая часть разрабатываемой и уже применяющейся на практике теории игр основана на некотором соперничестве среди противоборствующих сторон. И при этом выигрыш одной стороны или игрока всегда равняется проигрышу другой. Поэтому подобные игры называют играми с нулевой суммой. В таких играх часто сторона стремится получить максимальный выигрыш, что означает максимальный проигрыш соперника. И можно рассмотреть совершенно иное направление в использовании теории игр для принятия педагогических решений с ненулевой суммой. То есть в качестве игроков будут, допустим, школьники, учителя выступать, именно школьники между собой, школьники и учителя, учителя между собой будут в этом условную игру играть. И целью же их совместной деятельности будет являться эффективность, как качество обучения в терминах игровой ситуации. Можно ее называть это качество обучения, как некоторый выигрыш, от которого все участники только в плюсе останутся. Но в отличие от игр с нулевой суммой в терминах теории игр для моделирования конфликтных ситуаций. Выигрыш одного игрока являлся проигрышем другого. Здесь же целью игроков по-прежнему остается тот же выигрыш, но суть ситуации взаимодействия или такого условного конфликта будет в совершенно противоположном значении. Она будет в сотрудничестве в виде компромисса проявляться. То есть минимизироваться будут потери других игроков в этой в ходе выработки оптимальной стратегии. Ведь с одной стороны выигрыш одного не обязательно должен соответствовать проигрышу другого. Можно будет некоторые стратегии разработать, в которых выигрывать будут оба игрока. Ну и на языке педагогики это может быть выражено именно как стремление к эффективному со-творчеству со-обучению с каждой из сторон участников образовательного процесса. И при этом необходимо найти такие стратегии при которых наиболее вероятные будут выигрыши для обоих игроков, для обеих сторон. То есть иными словами будут существовать ситуации, в которых сотрудничество будет выгодным для обеих сторон. Таким образом для этого педагогического взаимодействия, игрой будем условно называть его, возникают не только коммуникации и взаимное доверие, но и также угрозы, цель которых заставить противоположную сторону на языке теории игр соперника выполнить обещанное. Зачет или свое временно сдать, все домашние работы сделать. В этом случае речь начинает идти о неполностью конфликтных ситуациях, а точнее о как бы конфликтных, условных вероятностях проявления которых идет речь. Ну и при этом можно говорить уже о различии кооперативных и некооперативных стратегиях. К кооперативным играм относятся такие игры, в которых при анализе оптимальных стратегий, статистических анализах оптимальных стратегиях возникают ситуации, когда взаимодействующие стороны или оппоненты могут прийти к соглашению или кооперации относительно выбранной стратегии. Когда такие ситуации не возникают, то игры называют некооперативными. Ситуации подобного рода порождают так называемые дилеммы, когда оба игрока могут соперничать или сотрудничать друг с другом и неясно какой вариант окажется более выгодным. со статистической точки зрения, поскольку все будет зависеть от решения принятого противоположной стороной или оппонентом. В целом же педагогическое сотрудничество этих игроков часто приносит выгоду именно обоим игрокам и результаты оказываются наилучшим для каждого из них, в то время как соперничество может приводить к печальным последствиям, вразнос образовательной системы ведет. когда же существует такое соперничество или некоторое сотрудничество, то дилеммы не возникает. Ну и когда один из игроков пытается сотрудничать с другим, а тот решает соперничать, тогда последний будет иметь преимущество, причем оно будет больше, чем при сотрудничестве. Ну и таким образом возникает очевидная дилемма выбора, прежде чем приступать к изъяснению конкретного примера, сделаем некоторое отступление и укажем на то, что сложность игр подобного типа связана не только с чисто математической вероятностной стороной проблемы, которая неизбежно будет возникать, усиливаться и смешиваться, ну и также с психологическими и даже нравственно-моральными аспектами. Поэтому в таких задачах вывод решений будет не всегда строгим с точки зрения математических основ в теории игр, он будет представлять собой лишь вероятностные исходы, которые зависят от взаимодействующих сторон. В реальной педагогической практике такие ситуации взаимодействия сторон реализуются через созидающую конкуренцию и через соперничающее сотрудничество. Чаще всего эти обе категории реализуются или точнее сказать сочетаются вместе, образуя так называемое конструктивное здоровое сотрудничество или компромисс. Какими же инструментами и процедурами пользуются в этом случае приведем на примере нахождения решения на основе теоретики игровой статистической модели педсотрудничества вот этого компромисса. Предположим, что две игровые стороны учителя А и Б хотят определить результативность использования в учебном процессе двух образовательных технологий. Допустим, предметно-ориентированная такая предметная технология и личностно-ориентированная личностная технология. Эти учителя работают в одних и тех же школьных классах в одинаковых социально-педагогических условиях, но обе игровые стороны оценивают результативность каждой педагогической технологии своей в отдельности, без влияния каждой из них друг на друга. Предметная дает, допустим, 40% результативности, а личностная дает 60% результативности. Статистически, посчитали, через хи-квадрат, как положено, оценили. Причем, при этой раскладке можно выбирать только одну из этих технологий. Если же обе стороны будут использовать частично одну из этих технологий совместно, то в их связи между собой результативность каждой из этих технологий пустится до 30%. Если же игровые стороны намерены использовать их только разрозненно, лишь какую-то одну из них выбрать и придерживаться, но они все-таки продолжают быть связанными, то есть коррелируют между собой эти технологии, не вступают в противоречие, то продуктивность такой педтехнологии возрастет и станет равной 50%. Теперь статистический вопрос. А какое педагогическое решение оптимального выбора технологий будет приемлемым для каждого преподавателя? Будет ли результат лучше, если учителя между собой будут сотрудничать, то есть как-то консультироваться друг с другом в процессе принятия решений, или наоборот, стоит ли им скрывать как-то свои намерения в принятии решений педагогических друг от друга? Эту игру, казалось бы, гуманитарную, такую прагматичную, социальную, можно выразить в виде матрицы эффективности, ее называют в теории игр платежной матрицей. Значения этой матрицы будут соответствовать процентному числу эффективности той или иной технологии. В этом случае в каждую ячейку таблицы матрицы нельзя будет поместить какое-то одно значение, так как выигрыш одной игровой стороны не равен проигрышу другой. Соответственно, каждый учитель отдельно может иметь свою положительную выгоду. Но по этой причине элементами такой матрицы будут пары конкретных числовых значений. Первое число в каждой паре это выгода допустим учителя А, а второе число выгода учителя Б, в зависимости от стратегии, которую они при этом примут. Ну и на пересечении строк преподавателя А для предметной личностной стратегии там будут 12, 20, 30, 18, а по столбцам для преподавателя Б тоже пересечении предметной личностной стратегии соответствующие весовые коэффициенты. Свообразная эффективность в принятии того или но решения. Если оба преподавателя А и Б используют лишь предметную технологию, то каждый из игроков будет иметь по 12 процентов выгоды. 30, допустим, получается 30 от 40 процентов. Если же будут использованы поочередно обе технологии предметная и личностная, то результаты будут симметричны. Если преподаватель А использует предметную А, Б личностную, то А получит 20 процентов как половину от 40, а Б получит 30 как половину от 60. Если же оба преподавателя в этом случае поменяются стратегиями на прямо противоположные, то значения их тоже сменятся в результате на 30 и 20. Вот, отзеркалец получается. Ну и если оба личностного подхода придерживают, то по 18 процентов выгода у них получается. Ну, как бы 18 процентов обучающихся улучшит показатели, да. По сути, такая общая матрица эффективности в принятии педагогических решений состоит из двух смежных матриц. В левой колонке будут цифры принадлежащие матрице эффективности преподавателя А, а правая колонка цифр для преподавателя Б. Для начала можно будет рассчитать эффективность каждой игровой стороны, используя для этого всем известные решения для двух игроков с нулевой суммой. То есть, такая мини-максная, седловая точка формируется. Ну и алгоритм такого решения, который будет практически в каждом учебнике по теории игр, заключается в следующем. Сначала вычисляют максимальное значение из минимальных для первого, для А игрока, и минимальное из максимальных для второго игрока. Если эти значения совпадают, то это решение будет седловую точку формировать. И, соответственно, существуют оптимальные стратегии для обоих игроков, которые имеют одинаковый результат. Это называется цена игры. То, что выигрыш оптимально формирует. Игра решена. Решить игру значит найти как раз эту седловую точку. В этом случае стратегии называются чистыми. Если же максимальное и максимальное и минимаксное значение не совпадают, то общих чистых стратегий статистически не существует и необходимо оказывается рассматривать все чистые стратегии для каждого игрока по отдельности, присваивая каждой стратегии определенную вероятность, с которой он может принять ту или иную стратегию. Эту вероятность распределяют, ну, в сумме они должны дать единицу, распределяют эту вероятность оптимальную как смешанную стратегию и позволяют ее, с помощью нее рассчитать среднюю цену игры для каждого игрока. Далее определяются вероятности и средняя цена для каждого игрока, для этого решается система линейных уравнений. Количество уравнений зависит от количества стратегий, здесь неизвестными будут являться искомые вероятности и средняя цена игры. Если средняя цена для обоих игроков совпадает, то игра будет решена. Вероятности найденные для каждого игрока будут определять его оптимальную статистически обоснованную стратегию, которая будет уже смешана, так как в ней будет присутствовать элемент случайности, а вдруг оппонент другую стратегию выберет с определенной вероятностью. Если же найденные средние цены игры отличаются, либо если одна из вероятностей оказалась отрицательной, то игра называется нерешенной, нет решения у этой игры, к консенсусу не прийти в таких случаях. В этом случае проводят новый анализ уже с целью нахождения какой-нибудь доминантной стратегии, и если это не помогает, то необходимо будет использовать совершенно иные, уже не математические методы решения. Как этот алгоритм реализуется на примере с учителями. Для примера возьмем матрицу эффективности, содержащую числа построчную 12-20 в первой строке и 30-18 во второй строке. Минимизируем, получаем столбец 12-18 максимизируя их, получаем строку 30-20. Максимин тогда оказался 18 равен, а минимакс оказался равен 20. Поскольку 18-20 не равны друг другу, то седловая точка в этой игре отсутствует. Поэтому нужно нам отыскать смешанную стратегию, которая бы определяла цену игры для игрока А. Например, цен игры для него будет смешанной стратегией формироваться, а смешанная стратегия это некоторый случайный выбор одной чистой стратегии из всего набора стратегий. Для получения смешанной стратегии необходимо каждой чистой стратегии присвоить вероятность, которая означает, с какой чистотой этот игрок будет использовать данную чистую стратегию. В нашем случае для игрока А есть две чистые стратегии, выбрать технологию предметная или личностная, и для игрока Б тоже две другие чистые стратегии. Найдем вероятность предметной и личностных стратегий для игрока А, а потом для игрока Б, чтобы максимально повысить шансы каждого игрока на победу. Если определять вероятность и эффективность для каждого случая, то можно будет определить ожидаемый выигрыш как результативность образовательной технологии следующим алгоритмом. Сначала определяется вероятность для чистых стратегий игрока А, обозначим допустим за П эту вероятность того, что учитель А выберет технологию предметную, ориентированную. Тогда вероятность выбора личностно ориентированной технологии будет равна единица минус П. Следовательно, учитель В будет выбирать предметную технологию, ожидаемый выигрыш учителя А, при этом составит 12 на 1 минус П, плюс 30 умноженное на П. Сумма этих произведений вероятности выбора того или нового значения. Получили линейное уравнение. В будет равен 12 плюс 18 П. Если же напротив учитель В выберет технологию личностно ориентированную, то ожидаемый выигрыш для игрока А составит В равное 20 умноженное на 1 минус П и плюс 18 умноженное на П. Что собственно равносильно уравнению В выигрыш В равен 20 минус 2 П. Игрок А хочет найти для какого П ожидаемый выигрыш будет наибольшим. То есть вне зависимости от того какую из двух стратегий игрок В выберет игрок А хочет максимизировать свой выигрыш. Решив систему названных уравнений получаем В и П для игрока А следующими значениями равными. П будет 2 5 равна а В будет 19 2 равна. Следовательно смешанная технология оптимальная такова Нужно использовать первую стратегию выбирать технологию предметно ориентированную с вероятностью 3 пятых а вторую стратегию личностно ориентированную технологию выбирать с вероятностью 2 пятых и таким образом будет получена цена игры 19,2 как средний выигрыш за партию. Аналогично для игрока Б с учетом симметрии в каждых из 5 партий он сможет произвольным образом 2 раза выбрать первую стратегию 3 раза вторую стратегию при этом если его выигрыш будет тем же 19,2% то пока что нет никаких отличий от решений в примере с нулевой суммой ну и кажется что определилась оптимальная стратегия для каждого игрока и игра решена но однако более подробный анализ этой игры показывает что в этом случае каждый из двух игроков ожидает выиграть больше при этом выигрыш другого игрока остается прежним поэтому это решение не будет очень оптимальным поскольку цена игры найденная для оптимальных смешанных стратегий используемых в играх с нулевой суммой не всегда будет наибольшей цена по минимизации своих потерь и не всегда оптимальные в плане максимизации выигрыша разрабатывается этот алгоритм так на этом к сожалению время это наше истекло благодарю за внимательность развивать можно в сфере приложения теории вероятности мат. статистики в педагогике можно до бесконечности но мы на этом завершим курс до свидания подключаемся в рассмотрение задач и упражнений типовых возникающих у профессиональных исследователей педагогов в ходе своей работы и решаемых этих задач проблем различных математических исследований средствами математической статистики и теории вероятности начнем сразу с бытового прагматического приложения допустим какой-нибудь педагогический эксперимент по определению эффективности формирования знаний и умений студентов проводится обычно в ходе педагогического эксперимента выделяют две группы обучающихся это экспериментальная и контрольная в экспериментальных группах изучение дисциплины ведется с применением некоторой новой структуры ее построения или целого инновационного арсенала методических и организационных приемов и методов используемых в какой-то методологической системе сейчас популярно смешанное обучение как раз режим частично оффлайн частично онлайн это изложение материала и освоение его осуществляется также для примера можно использовать систему деятельностного подхода в обучении на основе некоторого предметного моделирования и в ходе начального эксперимента пытаются проследить статистически динамику роста формирования основных знаний и умений обучающихся в школе школьников высшей школе там студентов динамику же формирования основных знаний и умений по исследуемой дисциплине или по целому циклу подготовки допустим социально-гуманитарному циклу или естественно научному что ближе нам с вами либо профессионально ориентированному для объективности полученных результатов обычно каждый испытуемый школьник там или студент должен иметь возможность проанализировать на занятии от 70 до 60 может нижней границы ключевых вопросов курса то есть в виде тестов это на портале как раз вы видите достаточно обширный перечень вопросов и пронаблюдать анализ решения примерно 180 или 200 до 210 ответов сопоставить свои результаты с результатами одногруппников или одноклассников или выполненных товарищами товарищами коллективный анализ ключевых вопросов курса математической дисциплины в частности а также результатов разбиения задач на подзадачи позволяет статистически точно учитывать не только собственные ошибки но и ошибки других школьников в этом классе или в группе что несомненно отражается положительно отражается на качестве анализа определений и решений задач в дальнейшем обучении уровень же качества того или иного знания или умения может оцениваться по различным шкалам и в таком учебном эксперименте можно оценивать эту оценку осуществлять например по 20 бальной шкале в результате наблюдения и анализа занятий предположим что количество этих занятий дошло до 840 устанавливаются зависимости между уровнем сформированности знаний и умений и количеством проанализированных базовых вопросов каких-то там тестовых в автоматическом режиме проверенных они прямо пропорциональны количеству занятий то есть чем больше занятий тем больше тестовых базовых вопросов ну по нашим нормативам вроде там из 8 вопросов на 1 час да относится то есть за 2 часа получается аудиторных 16 вопросов базовых в тесте интерактивном должно появляться и при построении структуры предметных понятий возникает необходимость выделения ведущих направлений и будущей профессиональной деятельности обучающихся так например в ходе некоторого статистического эксперимента педагоги могут оценивать следующие знания и умения во-первых знания базовых понятий и определений по дисциплине во-вторых знания какого-то частного или специального материала выходящего за рамки академического курса ну допустим на конференциях обсуждаемого в-третьих оцениваются умения устанавливать необходимые и достаточные признаки понятий то есть различные характеристические свойства формулировать также умение анализировать понятия и отношения между ними умение вырабатывать план выполнения преобразования объекта например ориентировка на исполнительную часть способа действия в данном случае будет преобладающей если же ориентироваться на исполнительную часть способа действий то это приведет к развитию умения преобразовывать некоторый объект в математике это значит получать новые какие-то теоремы новые утверждения доказывать решать задачи не разобранные ранее то есть такого в плане допустим тестов ЕГЭ уже уровня С получается контрольная часть способа действий заключается в проверке умения соотносить продукт действия с поставленной перед обучающимися задачей то есть своеобразная рефлексия если вспомнить алгоритм Пойя универсальный метод решения любой задачи математической в том числе то как раз финальным этапом подобное сопоставление и осуществляется как такой высший уровень получается освоения материала педагогический эксперимент в ходе статистической обработки может показать что для формирования различных умений может требоваться различное время например конкретно на портале когда вы тесты решаете время выполнения этих тестовых заданий все фиксируется над каким вопросом сколько времени вы просидели с открытым окном браузера возможно конечно в это время вы чаи гоняли но тем не менее это время тоже сохраняется причем временное различие может быть весьма значительным и наряду с умениями которые формируются достаточно быстро очевидно есть умения которые обучающиеся школьники в достаточной степени так и не овладеют например умение преобразовывать объекты получать генерировать новые знания какие-то и наиболее сложно бывает сформировать контрольную часть способа действия то есть ту рефлексию возможность умения соотносить продукт действия с стартовой поставленной задачи показательными в этом плане бывают результаты сравнительного статистического анализа динамики формирования базовых знаний определений понятий а также умение устанавливать необходимые и достаточные признаки изучаемых понятий анализировать понятия и соотношение между ними также показатели для уровня сформированности знаний могут оказаться несколько лучше ну или хуже чем показатели описывающие уровень сформированности умений анализировать эти знания что характерно зависимость от времени уровня сформированности умений имеет часто ярко выраженный пикообразный характер поскольку нельзя понимать то что не знаешь заранее выше названные же умения как раз и свидетельствуют о понимании школьниками каких-то базовых понятий и определений теория гласит что знать и понимать это далеко не синонимы нельзя понимать не зная да но достаточно часто мы обладаем знаниями формальными без понимания сути этих знаний иными словами в тех случаях когда мы понимаем мы должны обязательно и знать но нет необходимости в обратном да можем знать что-то но не понимать смысла этих знаний где это на практике применяется буквально по воспроизведению текста нельзя с полной достоверностью судить о качестве понимания этого воспроизведенного текста что собственно и должно проверяться и подтверждаться каким-то статистическим экспериментом и если же в педагогическом эксперименте оказывается невозможным задействовать большое количество испытуемых то тогда можно будет использовать методику разрабатываем как раз в рамках теории вероятности и масс-статистики так называемого парного сравнения вот ну давайте для примера возьмем некоторые данные там таблично представлены отличенные да которые бы в этой таблице сведенные данные эта таблица бы представляла собой матрицу парного сравнения студентов по сформированности у них основных профессиональных знаний и умений полученных на протяжении изучения какого-то учебного курса тогда методика парного сравнения статистическая заключается в том что за основу сравнения берется одна характеристика обучающегося по избранному вопросу если же эти уровни одинаковы для двух школьников двух обучающихся то каждый из них получает по одному баллу если один из них имеет преимущество то он получает два балла при этом тот который уступает по уровню проявления умения получает ноль баллов и проражировав таким способом фамилии стоящие в списке по степени сформированности качества можно получить эту таблицу в виде матрицы числовых весовых коэффициентов и в этой таблице те школьники которые получают одинаковое количество баллов будут иметь разные ранги как абсолютное такое ранговое место R а ранговое будет в числовом эквиваленте определяться чтобы теперь уравнять эти значения по рангам рассчитывают относительное ранговое место RO ранг относительный после этого считают процентный ранговый показатель RP для этого существующие ранги суммируются а общая сумма делится на число рангов то есть такое среднее арифметическое вычисляется как мат ожидания статистическое среднее значение всех рангов и таким образом обработанный статистический материал позволяет уже рассчитать процентный ранговый показатель который позволяет соотнести результаты различных обучающихся по одному показателю с результатами других показателей которые получены таким же образом ну или чтобы проанализировать их в зависимости от других показателей допустим там той же электронной ведомости да у вас есть отдельно показатели за тестовые выполнение тестовых онлайн интерактивных задач отвечающие отдельно есть показатели которые подсчитывают вашу активность на семинарских занятиях да плюс показатели отдельно за внешнюю активность на тех же участиях конференции и прочим вот чтобы сопоставить между собой эти показатели необходимо к долям дробям к процентным соотношениям перейти и тогда расчет процентного рангового показателя можно легко вычислить по формуле удвоить относительное ранговое место данного испытуемого 2 да получится умноженное на РО потом этот результат это значение уменьшить на единицу и разделить на 2Н это удвоенное количество членов данного коллектива данного класса группы или студенческой то есть такой исследуемой группы и эту долю выразить в процентах то есть умножив на 100 получить значение можно представить эти ранговые показатели также в сводной таблице сравнивающей знания и умения по разным показателям фамилии обучающихся в экспериментальной группе будут как-то отдельной звездочкой помечаться в контрольной группе без звездочки будут фамилии выписываться чтобы сопоставить результаты тоже можно было и окажется что допустим школьники с контрольной группы где-то в конце таблицы их ранговые показатели окажутся значительно выше чем у тех школьников для которых новые технологии не использовалось это будет говорить о том что применяя в обучении новый подход построенный на основе предметной модели обучаемого эффективность формирования требуемых профессиональных компонентов значительно возрастет то есть так проаранжировав выразив в процентах получившиеся показатели можно будет наглядно даже на графике представить что рост этих показателей в числовом эквиваленте достигает кратности 5-10 раз в среднем увеличивается эти числовые показатели и обычно это как раз подтверждается на итоговых экзаменах по рассматриваемому курсу или на зачетных каких-то финальных испытаниях для сравнения можно привести результаты сдачи экзаменов по разным курсам которые близки к изучаемой дисциплине и убедиться в том что действительно какие-то оценочные параметры увеличились значительно в результате применения новых методик абсолютная успеваемость и в экспериментальных и в контрольных группах нередко совпадают но качество знаний по тому или иному курсу в экспериментальных группах обычно оказывается выше чем в контрольных группах ну ничего страшного если ниже окажется просто как отрицательный результат тоже результат да педагогический эксперимент такой мощной статистической обработкой поддержкой уже будет в более выигрышном положении находиться чем просто какие-то умозрительные такие словесные формулировки да это лучше это хуже чем докажет доказать что новая какая-то ваша методика оказывается лучше продуктивнее ну или не хуже по крайней мере имеющихся ну вот приходится в все раз все опознается в сравнении применять такой статистический подход ну так например деятельностный подход обучения по математике или даже целому циклу подготовки по математическим естественно научным дисциплинам на основе предметной модели обучаемого обычно опробируются в 10 30 экспериментальных группах студентов и в ходе их обучения для двух родственных курсов учебных допустим если математические брать курсы это алгебру геометрию начало анализа в школьном курсе математики тоже можно комбинировать и в сравнении сопоставляются полученные данные при этом обычно наблюдается статистически достоверное улучшение экзаменационных результатов это косвенно подтверждается различными статистическими методами ну допустим рассмотрим один из самых популярных в таких социальных дисциплинах методов статистической проверки гипотезы который называется методом хи квадрат на лекции уже конкретно этот метод такой в математической постановке рассматривали да а как это теперь на практике педагогической адаптировать его можно будет метод хи квадрат при малой выборке когда распределение не является нормальным но таковыми как раз являются как правило данные в гуманитарных исследованиях наряду с причем для небольших объемов что немаловажно да там будет распределение далеко от нормального наряду с использованием методом парного сравнения будет эффективно использоваться непараметрический метод хи квадрат при использовании этого метода достаточно сравнить количество испытуемых в экспериментальной и в контрольной группах у которых изменился исследуемый показатель допустим уровень успеваемости да улучшился и метод хи квадрат позволяет установить зависит ли это изменение от применения наших особых методов допустим с помощью деятельственного подхода в обучении дисциплины на основе предметной модели обучаемого в экспериментальной группе привело ли это к улучшениям показателей успеваемости или это носит чисто случайный характер просто так совпало да и какой-то закономерности статистической не обнаруживается по результатам эксперимента определяют так называемые эмпирические частоты для школьников контрольной и экспериментальных групп то есть это количество школьников которые улучшили свои показатели и количество тех у которых показатели либо ухудшились либо остались без изменений то есть статистику этих показателей собирают далее вычисляют теоретические частоты это те частоты которые были бы получены если бы все различия были бы чисто случайными то есть без влияния внешних факторов да целенаправленно используемых в процессе обучения произошли и по результатам опыта определяют эмпирические частоты для школьников контрольной и экспериментальной групп то есть количество обучающихся которые улучшили свои показатели что-то лучше стали оценки получать быстрее с контрольными задачами справляться начали вот это будет количество школьников экспериментальной группы улучшивших свои показатели также подсчитывается аналогично количество школьников контрольной группы которые тоже улучшили свои показатели но без применения вот этих специализированных авторских каких-то методик также подсчитывается количество обучающихся показатели у которых либо ухудшились либо остались без изменений вот ну и количество этих обучающихся как в экспериментальной группе отдельно считается так и количество ухудшивших или не изменивших свои показатели обучающихся в контрольной группе далее вычисляются теоретические частоты теоретические частоты которые были бы получены если бы все различия оказывались чисто случайными все это как среднеарктическое да они будут рассчитываться по формулам по математическим моделям следующим способом взяли количество улучшивших свои показатели в экспериментальной группе число человек прибавили количество человек улучшивших своих показателей в контрольной